Так, ну, короче, я тут поставил, если что, стандартную Девинитовскую. Таланты и... Все... Не брать, да. Шаблон цивилин, да? Да, шаблон можете цивилин взять, можете любой другой. Пофиг. А обмен у вас у всех на старте будет шестерка для того, чтобы вы могли поторговаться с Нипсами. Ну, одинаково, чтобы не времени не тратить. Фишки с латными доспеховыми все помнят, да? По цене я имею ввиду. Ну, я не помню, мне не особо интересного. Ну, что-то было, да. Короче, у вас в сумме на всю команду 40 тысяч золотых. По десяточке. Ну, да. Ну, вот вы учтите, что для того, чтобы купить латный доспех, десятки не хватит. Поэтому кооперируйтесь. Тебе нагрудник, тебе шлем. А, еще важный момент. Я могу в любую шмотку вставить одну руну. По выбору, куда вы захотите. Там есть магазин с рунами. Вот вы скажете, какую шмотку добавить в слот? Я добавлю. Теги не брать, да? А теги пофиг, они ни на что не повлияют. То есть, короче, можете взять инструменты и теги ни на что не влияют. Они нужны для скриптов в игре. А здесь они не помогут. Не-не-не, надо классическую. Вот. Тема... Конечно, основная тема. О, давайте поина поставим. Или нет. Или да. Я не очень помню, как мой персонаж вылезет. Но примерно подобрал. Это не так критично. Да ладно, все готовы. О! Борталовая упорота выглядит. Блин, твою мать. Лакурель, серьезно, ты визженскую персонажу взял? Мои глаза. Ну, что, у тебя есть программа, которая меняет голос, нет? Хочешь, могу в счет писать? Ладно, нет, я шучу. Взял и взял. Это не так критично. Просто будет очень современная женщина. А знаешь, как эта трактирщица из Шрека? Да-да, да, я тоже. Так, окей. Я вам загружаю локацию. Ой, извините, не та локация. Ну, сейчас я загружу немножко другую. Постучи то же самое. По-моему, в этом, в Хогвартс Легасе, тоже такая девушка в трактире была. Да, там не совсем девушка. Она это. Ой, она это. Вот. Понятно. Итак. А прием, чем вы все начнете что-то двигаться, вот это все делать, я у вас некоторые части шмоток удалю. Очищу некоторые. О, господи, нифига себе, она там сексуально выглядит. Это тоже мы убираем. Так, ну так как вы знаете основные механики Дивинити, значит, перед чем мы начнем. Я вам хочу открыть один секрет, который вы в оригинальной компании, ну, не слышите, а, точнее, не встречаетесь с ним обычно. Не слышите, блин, оговорился. Потому что, Руслан, у тебя эхо такое пипец. Короче, в чем фишка? Если персонажа намочить, прикинуть на него статус влага, и после этого долбануть у него молнией, он оглушится. Все это поняли? Ух ты. Эта штука работает здесь. Все. Я вам дал информацию. Дождь, если что, никому не дам. Как хорошо, что у меня есть правая облачка. Ну, если хочешь, да, правая облачка доступна. Ты его сам придумал, сам изучил, могу тебе его дать. Но он со мной не такой мобовый, как Дождь, потому что у Дождя... Ой, что-то я бой включил. У Дождя очко действия одно требуется, да? И он, кулдаун у него такой не очень большой. А у этих штук там два очка действия, и кулдаун пять ходов. Итак, собственно говоря, вот я вам каждому выдаю... Господи, если у себя... Кошелечек в личное пользование. Тебе кошелечек. Тебе кошелечек. Тебе кошелечек. Ой, не тебе. Вот тебе кошелечек. И тебе кошелечек. Вы можете подойти... Ну, типа, можете деньги, в принципе, перенести сразу в инвентарь. Надо его подготовить так. Вот. И ваша задача, собственно говоря, походить по этим, как его... По магазину. Ну, у всех, соответственно, Неписи что-то продается. Да, и вы можете, ну, собственно говоря, посмотреть, купить. Механики вы знаете игровые, так что, пожалуйста. Руслан, если что-то можешь у ребят спрашивать... А насчет обмена... Пока все в обмен вкакивает, да? А, погодите, давайте так сразу сделаем. Ну, грубо говоря, обмен, да, вкачайте все на максимум. Так будет проще. Все обмены на максимум вкачайте. Вот сейчас тоже крючок вкачаю. Обмен 6, обмен 6. Здесь тоже обмен 6. Все, у всех обмен 6. У меня 7. А ты сейчас, наверное, одну очку вкинул дополнительно. Да. Все, у всех обмен 6. Все, баланс сделан был под вот такой обмен, так что можете спокойно кто-то с кем-то чем-то обмениваться. Так, пока вы там, собственно говоря, обмениваетесь, у нас есть кое-что информация какая-то интересная. Знаете, какая? Даже не знаете. Ну-ка, ладно, пока закупайтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте вопросы. Все, самую важную вещь взял. Какой? Факел. А ты мне мои скиллы даже, да? Да, там. Ну вот, вот, когда к скилам подойдем, тогда поговорим на эту тему. Все, отлично. Пока, значит, мне факел не нужен. А ты ж маленький засранец, хитрожопый. Да. Короче. По поводу отыгрыша, да? Сегодня, так как вы играете, ребята, не такие как-то простенькие, как вчерашние наши гости, позавчерашние. Сегодня у вас будет отыгрыша. Кстати, да. Знакомьтесь. Ну, вы с ними уже знакомы давно? Знаете, кто это? Сегор, да. Да, отлично. По всем вопросам сможете у него спросить, когда закончите. Вопрос, смотри, такой. Я вижу тут плюс-минус одинаковые одеяния, там, экипировка. Она такой и останется, или... Визол ты миссиду? Визол могу поменять. А статы такие же останутся? Да, все. Вот статы, все вот это будет один в один. Это нужно чисто, ну, для баланса этого данжа. То, как вы его пройдете, будет зависеть только от вас. Хотя, учитывая возможности крюка, который уже хочет тебе определенный скильчик, да, крючочек? Да. Ну, на, 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 пожалуйста. Вот, вот, вот твоя штучка. Наслаждайся ей. Спасибо. А, и еще, конечно же, мы вам всем выдадим сразу этот, как его, набор с доколональными. Выучите, пожалуйста, вот это вот. Ну, вы помните, короче. Да. Ну, и ресеттеры тоже, знаете как. Если что, Руслан, тут каждому игроку будет дан, о, его телосложению, грубо говоря, набор специальных предметов, которые отключают кулдауну любого твоего скилла, который ты заюзаешь. Чем больше будет телосложения, тем больше будет таких предметов. Грубо говоря, ты сможешь там, не знаю, 10 раз подряд пейерболы заюзать. Прекрасно. А ты играл в дивините, да, уже? Да. А, ну, тогда основные механики ты знаешь. Просто, короче, есть предмет, который отключает кулдаун. Его, его будет уйдать только, сколько у тебя телосложения. Все. Обрати внимание на то, сколько ты веса переносишь, потому что каждый, ну, типа, единица силы дает 2 килограмма к переносу без замедления скорости. Угу. Бартолмео, выучи, пожалуйста, книжечку, которую я тебе дал. Угу. И Игорь тоже выучи. Обратите внимание на то, что факелы много весят. И их урон ниже, чем даже у кинжала. Ну, в сумме. Не совсем только понимаю, почему осах слабее жезла. Жезла, что-то вручник. В смысле слабее жезла? Ну, бумага, громпалка наносит 31-38. А, ну, там есть такая штука, что когда я магазин на автоматике, ну, типа, ты покупаешь такой, какой ты видишь, да? Я его просто потом немножко поредактирую, потому что настоящий посох там наносит немножко по-другому уровню. Сейчас покажу. Посох будет, ну, какой там, пятого уровня, да? Ну, вот, например, гноми посох я беру, да? И делаю его пятого уровня. Вот, он должен быть вот такой. Давай я взгляд уроку уберу. И гноми посох тоже старый уберу. Громпалку уберу. Вот, ну, там один сейчас посох у тебя лежит. Вот, смотри, что он дает. И обратите внимание, у него нету скилла, которые стреляют на расстояние. Мать, царица, что за кольцо. Такой минус. Минус. Какая-то у тебя, кстати, почему-то. Ну, потому что его нету, его не добавляют. Здесь, если что, ты можешь промахнуться даже скиллом. Даже ауешным скиллом. И точность, ну, типа, если ты хочешь только оставить заклияние без потери точности, нужно какие-то предметы, которые не уменьшают тебе точность, пока они у тебя в руках на него полятся. Роберт, все кольца, которые ювелируют, продаются легитимные. Да-да-да-да-да, все. Ну, ты можешь переролить, если надо. Это данжевая механика, я говорю, это все для данжа сделано. Я понимаю, что ты сейчас видишь такой и такой... О-хо-хо-хо-хо-хо! Ты на какое посмотрел именно? На бирюзовое, небось? Ну, да, естественно. Плюс один перкинетика, плюс два некромантия. Плюс четыре телосложения. В смысле, там есть кольцо, которое дает это, это и четыре телосложения? Не-не-не-не, там первое это 5% сопротивления воздуха, пирокинезика, некромантия. Не-не-не, ну само собой, да. Нет, все правильно, все как ты видишь. Сильно, Рада. Мои подрядности весьма специфичны. Как видишь, я купил все, что у меня было, и у меня осталось примерно 8 тысяч. Нет, 8 с половиной. То есть дай у кого-то, тебе просто нужен скилл, который тебе дает этот уворот? Ну, во-первых, да, мне нужен скилл, который дает мне уворот. А во-вторых, мне... я бы хотел потратить все эти деньги на зачар... Ну, то есть на вот эти бонусы предмета. А-а-а, нифига себе. То есть, а какие-то... ну, тебе надо купить тогда предмет какой-то, если ты хочешь зачар. То есть, тебе твои столько предмет... Смотри, смотри, смотри. Кто кого-то кижал, а я чарю на вот? На зачар на этот, на передвижение. Для одежды, чтобы она не резала, не уклонить. Ну, если ты купишь ее, и заплатишь дополнительно, то есть без проблем, пожалуйста. Окей, сколько это гаммит рассчитывать? Смотря какой-то хочешь зачаровать. Ну, допустим, если среднюю... Среднюю броню, да? Ну, тебе подает, ну, к уклонению. Ну, давай, я сейчас посмотрю, сколько там у нас средняя стоит. Ну, грубо говоря, касарь сверху нужно будет. Если ты хочешь парить... ну, все, все, все уклонение вернуть на обычное, то тогда для всех предметов будет у тебя касарь. А, подожди... О, охрен с ним! Нет, охрен с ним! Чего охрен с ним? Все, окей, все. Ничего. Что случилось? Он что нашел? Нет, я подумал, продумал сейчас механики того, как работать в уклонении в девинте, и понял, что мне нахрен не нужно снимать рез уклонения с брони. А-а-а. Так, мне нужен такой буквы в уклонении. Ненужные вещи, я просто выкидываю на землю, да, вот это... Ты можешь продать свою одежду? Ты можешь продать, а могу продать? Конечно, я все, что вы не можете продать, я удалил. Кстати, обратите внимание, вот сюда. А, во-первых, Павел, ты грушу, вы можете сейчас поговорить с сигурдами, если хотите. По поводу задания и всего такого. Но я еще пока не все. Ну, все, кто готов, могут поговорить. Крюк решил самый тяжелый лдять. Да, я уже жалею, что я взял. Я ходить с этой херней не могу. Ну, ты же помнишь, ты сейчас силу откачать? Информация по данжу, чтобы информация по данжу продается. Это разве данные, да. Беру. Блин, жалко, это откатить нельзя. Я что-то не посмотрел на вес. Ну, я могу обратно продать. Давай. Только ты потратил. Только я ехал. 3-300. 3-300, на него жесть помог, да. Так, 3-300, значит, с тебя нужно будет снять. Так. Лан, почек, сделаем проще. 3-300, да? Ну, вот где-то так идти там. На, возвращаю. Доспект забирай обратно. Спасибо. Так, ну что? Глеб, ты этот, что-то, что-то надумал-то в результате. Глеб, если что, у тебя микрофон замучен. Да-да, я смотрю сейчас, на что можно это потратить. Слушай, а ты можешь мне вот выдать скил, который я тебя запрашивал, вот этот внутренний взрыв, и сделать улучшение на копье и кинжал 1? Внутренний взрыв, ты имеешь в виду тот, который можно статусом вложить, да, вот с маленьким шансом, который? Ну да. Вот этот вот. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Который мы обсуждали, что я через дырку в оружии накачиваю внутри раны. Нет, 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 нет. Это было столько позже, чем вы-то дальше пойдёте. В дальше, по сути, до задания выехали. А, окей. но тут скилл который я тебе дал могу спокойно дать я могу тебе дать еще метание метательный кинжал ну тебе надо покупать кинжал для этого для метания если надо могут метательный хочешь там не полезу просто я тебе не надо метать кинжал могу дать скилл который да конечно да все хорошо у тебя еще два скилла есть на выбор и у всех будет опять скилл скилл получается выбираем позже но ты можешь сейчас озвучить какой-то хочет билд примерно этим сейчас выдам даже примерно что ты хочешь планировал сельскую доход мудр молнии так тебе это ну типа электричество дать ну разряд эти дам касание дам которая шоковое касание и электрический разряд даем пожалуйста есть чаще вроде физики был скилл который накладывал маг броню и смывал эффекта не такой скилл этого я не дам мало говоря я могу дать и хилл но хилл он специфические ребята на чем у вас цифика но тысяч видишь куда 60 ходов сидеть два часа ну не два часа две минуты смотри этот хилл обездвиживает твой таргет то есть при типа сидишь и его на ухе лишь но естественно у меня есть ресеттер которые сбрасывают этот таргет ты можешь кулдаун да ты сможешь что есть скилл которые выдам до которые сбрасывают кулдауны ты спокойно его ютубе шпат этого хилл и у тебя кулдаун у него ну опять 0 на кем ювелир то все еще занят так некоторые скиллы я соответственно уберу и 10000 на каждого да 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 еще такой вопрос у нас при создании персонажа раньше были вундам статы начальник до 100 ты вот ну я там по 300 каждому грубо говоря сейчас и не ловкость 3 ловкость 1 2 3 хорошо крюк тимуна сейчас я подумаю подожди ноги короче вы тут если что для взял так что у каждого по 30 сверну сверху выбирайте куда по поводу талантов такие таланты забанен я напомню первую очередь руслан для тебя забанена перерозданная магия то есть нельзя брать криты из магии нельзя брать соответственно в наденок у волка в салоне будет работать у вас у тебя и нельзя брать пиявку садист не особо нет 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 если что тут статус и так работают сквозь броню садиста немножко тут все есть очень сильно изменено но садист работает только на живых если что на на тех кого есть плоти ну типа плоть мясо там на некоторых персонажей он не работает подсказка для тех кто купил информацию о данже ну так я еще тогда не я еще не почитала но ты это ты понимаешь что логичнее узнать до звука вы будете закупаться не естественно так звучи ребята м информация по данже бывшая база культистов нынче и захватили темные силы ожидается много схваток с нежитью возможны встречи с демонами в данных руинах темно и сыро возможной ловушки есть информация о комнате склепя с тяжелыми саркофагами информация по врагам в данном в этом данже будет много и летов скелеты достаточно простые противники но и сложно победить обычным оружием лучше всего и свой против них и грабящий урон колющие либо ваги также возможны встречи с демонами у них есть резистость стихи им и рекомендации крайне рекомендуется взять с собой факел и также желательный набор и для обезвреживания ловушек ветки воскрешения дадут пару шансов на ошибку корея да тут пару шансов наши изворотливость очень полезный талант чтобы избежать окружение противниками так а где там кстати обезвреживание ловушки отчетами суду у кого купить да да я что-то не можете купить а согласен детстве те которые здесь есть доступны для покупки все обратите внимание это очень важно как телепортация беру простите чё такое апофеоз говорите да ладно 4 4 очка да туда же апофеоз есть ну ты видишь да какой там 100 вверх цена какая во-вторых что сколько очков действия требовала я напомню что могу любой предмет поставить руну порой на вот продается этого чувака хорой москитов говорить а 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 потом поставить не ровно влог она если что будет работать в первую очередь с этим как его с обычными стрелами с пирсинг боу она не будет комбинироваться да 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 с ними да ну там уже по моему 100% физически ну короче смотри вставляй если что я тебе слот дал сейчас давай вот так вот обновлю давай вот в инвентарь теперь нажми буску аж право вверху руны мы вставь сам а гаверт вопрос такой скилл который ряды заюзали внутри гостевого дома я могу его получить ядовитые облака с корнями а корни которые будут этого-то вылил власть до живая стена среда и стать ядовитым облаком но знаешь я прийти могу дать тебе этот скилл до контрит требует третью геомантию я вот его не переделал хочешь нам ты готов типа 3 геомантию закинуть да если чтобы его менее вам еще дам 2 очка а то есть у меня сейчас 4 будет 7 до 6 6 6 6 6 6 да вот эта математика конечно да будет 6 а готов готов хорошо сейчас у меня это какого математика секунду еще раз куда 2 очка добавишь в боевые навыки в боевые навыки отлично что там тебе льду иску дать игорь ледышку ждешь или не ждешь так все я готов короче первый стил ледяное касание окей второй скилл огненный хлыст файру и погоди-ка чё там ты распределил характеристики до боевые навыки пока нет еще ну давайте сразу распределюсь и дальше давай быстренько скажу куда 2 кинуть если что я потом вот перекинул я просто напомню хлыст требует тоже высокий уровень а ты еще хочешь вот а чтоб он если он требует высокий уровень тогда просто флэйр обычный который без пружины но я могу тут которые вот кастом и сделал да он не урон побольше хорошо так 3 был совая стена дальше самовозгорание много требует возгорания твыгры ты мишу тут как новая ну блин который вокруг себя а в крайне обычно он нет он первый уровень при кинетик беру сейчас я могу его заюзы где-нибудь посмотреть там то не то ну да союзник не доважут давай еще несколько учились на вор так сейчас там пир кинетика 2 требуется а можно чтобы вместо 2 леничку я учить у тебя в книжке и нету а книжку открой кей она да ледяной веер ледяной веер на именно веер не ледышку ледяной веер это большой большой уровень если большого то так далее дышь не в этом дело а дело в том что там несколько осколков они конечно больше ровно в сумме нанесут но они брони больше все дело стоит ты с маленьким уроном или одна ледышка с большим уровнем 1 ледышка с большим ну хорошо все я просто я напоминаю тебе пожалуйста все готово так и этот господи всех запутал уже андрей да так та-та-та-та-та-та-та-та-та у меня моя спецспособность она будет работать от того насколько я вкачаю превращение или нет а что хочешь не типа микро дают ну тип того да а зачем но мало ли я просто уточняю у меня есть способности 4 блин но считаете 4 превращения только я не вижу смыслов ну все 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 окей сова нужна тут для того чтобы факел не таскать так так ну значит давай 2 в дальний бой в боевых умениях окей а я навыков тебя еще на подкнулись так и сколько у нас пока что внутри да можно распределить так в характеристики до 3 я не про как не про это сейчас говорю про скиллы а скиллы так килл и скиллы скиллы где вам было огненное касание на только помню а сама обычная да окей у тебя еще по-моему был тентакля была тентакля но требует прощения напомню без нее не получится а сколько там нужно превращение сейчас посмотрим погоди у тебя был еще разрушительный контакт анни на не он делан так на тебе тентаклю еще несколько могу дать так еще один скилл еще один скилл так дождика не будет значит значит чего там можно взять кришки а кролочки но там при рычине 2 требуется что у должен идти не смогу ничего с этим сделать только и превращение 2 да да могу теперь кинуться надо отдать нибудь ну давай давай тогда все ты про дыхатов убивать конов тег я может не добавить можешь мне добавить в аэротургию и военное дело поединиться без проблем и скилов ты говорил еще два это ответственно и так клещу удар и пыль в глаза если она не требует геомантии не требует вроде как погоди борцов песка для вами сюда они не требуют да да и ну и гащи удар да да ты не тому что не тому ты мне просто сказал ой извините что-то не до персонажа как этот так гипнул ща погоди так в росток песка раз и и клещи и клещи если что клещи не требует военного дела не требует да да просто клещи и тогда можно тогда военное дело не вкачивать одну в двумя руками вооружа без проблем так ну вроде всех а кстати важно все щиты теперь имеют минут 10 процентов к точности а который у меня и а вот теперь есть я просто 4 часа я был этот подредактировать хорошо можно тогда его вернуть да можно такой сенс передумал стоят того чтобы возвращать его да 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 так у воин их уже нету они там нет счетов есть вот он торчи есть деревят они столько стоит один торча по крайней мере посмотри поскольку стоит и все и вот еще паладина есть щит паладину тоже у них там что-то типа 526 было сейчас как ты сейчас посмотри там граница одинаковы да роберт еще про ровный говорил что можно вставить то есть достаточно купить руну даю я дайте даю один слот на любой шмотки окей чё говоришь игорь 561 без проблем а я любишь то этого вообще оберт а сколько дополнительно качество можно так мне его пока и мне его просто выкинуть раз ты мне 561 да да я сам заберу 3 до можно мне два восприятия одно в телосложении да еще без проблем до восприятия одно телосложение а ты солнце это увеличиваешь и помощь на ум на я готов так отлично крю готов молодец я смотрел там все деньги все деньги потратил я удивлял что ты песеный сток не купил блин он был где-то на портала мост под апельсинового сока попросите у них есть хочешь так чё попросить у кого попросить не знаю он у глеба чинишка есть блин еще тысяч а точно пояса тут есть а глеб ты это фу глеб ты говорил в боевые умения ты еще две две штуки даже до нового имени два навыка в качестве 3 можно мне пожалуйста в навыке гидро софистика плюс один перекинуться плюс один без проблем а в характеристике при интеллект так ничего нас осталось только у нас или она может 30 взаимы дать а хотя тут чьи-то шмотки валяются я могу продать да можешь с когтет он хочет купить момент такой руслан скажи пожалуйста во первых тебе рекомендую шмотки продать они весят тебя без занимать во вторых как его какие характеристики закинуть у тебя два в качестве в два боевых умения а счастье он не тот перед качество два боевых умения оговорился все в интеллект прям все прошло 3 интеллект и и вы выходите вы их умения что еще один гидростатистику один аэротургию готова и эти скиллы которые доступны нет какие ванильная прокачка если ванильная прокачка то что у тебя есть час на старте доступно 7 а нет их нет их само собой распределяет я просто говорил то что это по сверху дополнительно накид у меня сразу два вопроса первое внешка второе а алхимика может появиться или сопротивление огнем хороший вопрос ну давай там это принципе не сложно сделать просто специфической дереве и думал типа зачем хочешь все поджечь ребят да и москитов сколько требует романс окей я могу если что все этих ну типа дели закинуть я какие покруче или послабее у нее короче продаются только вот такие и вот такие если что все готово продал поиски закинул на так один все таки вижу воскрешение 2 свитка воскрешение ни у кого не вижу еще серьезно только один купили но я купил а если что второй продается еще очень важно смотрим где-то смотри я хотел спросить отмычки и саперный набор они одноразовые да окей и еще я не почитал я кинул убеждение можешь перекинуть изобеждение в ростов я сейчас вам дам возможность все тебе немножко реализовать чё-чё там сделал я раньше скила проверял ну типа коротенький просто наш я вот тут мем феликс линейка вот это коротенький это 6 метров и так потому что типа ты можешь далеко забить но сам самого распаду типа линейку тут и такая длинная и пола не увеличится дали все ладно уговорили я купил эти 11 питка воскрешение ух там такое но я как обычно самый экономный единственно что надо посмотреть сколько стоит это зелье огня там стак я напомню достойность о горит а тебе внешку ты места до костюм черча черный до чернявый костюм какие тогда временно я с тебя кольцо сниму сейчас я тебе воду погоди так чё там нас ботинки мне кажется или у меня немного забагованная анимация лука а чё там где с луком а посмотри как он у меня на спине классно висит погоди на тянут а я не минутку отбегу это нормальная херня ты когда ты пытаешься скилл не юзаешь его он такой остается так и перчаточки остались раз два три четыре пять все у готова я ему обновил внешний вид для любителей одеяний куда красивше так причем лукавички не вопрос остались руслан обрати внимание то что это действует бесконечно у меня остался вопрос по поводу у ювелира есть амулеты с дырками что в них можно вставлять руна если они там есть это то что сверху можно закинуть только что так рой москитов он если что требует одну некромантию я знаю пожалуйста но рой москитов заставляет пускать кровь а кровь то жидкость ну да принципе да я буду сейчас угорать конечно когда ты будет что-то делать смотреть как он будет скелет покачивать а с демонов вот демон можно так и дырку мне запили пожалуйста где в кинжале да я в кинжале без проблем готова дырку мне запилил ловкость плюс 2 ух ты нифигасе какой-то взял хорошую руну до одобряю еще в рамочку стел 4 5 урона я ну так там 15 процентов со скольки ты видишь нет я понимаю что на скольки но если у них есть хотя бы минимальная броня это просто-напросто унивелируется в ноль ну почему не в ноль как минимум единичку будет пролетать это как минимум ну блин тогда просто гораздо больше просто было просто физику увеличить это это пану только на столько же увеличилось на 4 уходя с другой стороны стамбру и дух это прибавилось полностью слушай теперь серьезно тебе понравится то что ты будешь делать тебе понравится потрошение ты помнишь как работает потрошение вот потрошение юзаешь и все хорошо я тут я готов возьми и будешь потрошить просто все на мясо один момент роберт и на мой кольцо пожалуйста а извините да это кольцо забрал тебя как и как я мог забрал не отдал обратно так все тебе кинжал дал в руку тут тут у тебя не талант сабанина первозданной маги и явка из основных мать но типа это сколько и ночью сработать не будет откуда у меня талант друг животных я его не учусь когда вы выбрали этот как его я же говорил он был скинуть ты когда выбирал это да так что ты можешь еще один признан ты хочешь сейчас тогда только не тот который дает характеристики что теперь его дать тебе ну типа эти характеристики но хотя она есть очень мог могу только . 30 с 1 момент один момент момент прошел или не прошел он надо тему тему 9 его а и горячая голова горячая голова горячая голова без проблем да да неплохо неплохо господи я до сих пор с вами буду смотреть как порталон его будет носиться по полю я хочу смотреть так ничего для ребят один момент я еще раз прочитаю рекомендации крайне рекомендуется взять с собой факелы почему я вижу только один факел очень много факелов смысле один факел вижу как минимум у двоих есть кроме тебя он бортал маузер в руках и вот в руках ладно согласен вообще офигел даже не посмотри но в руках ты не вижу и что-то не по жрала я не понимаю купил пирог и даже не молодец апельсиновый сок главное не купил ладно господи слова сразу но просто ловкость добавляет ну так ловкость это что только ты помнишь скорость не нужна скорость что не молния маккуин молния маккари лен молния маккари лен и маккари лен надо тоже послушалось это так ничего руслан как у тебя там с талантами дела обстоят так стоп может еще бы не сдаваться так вот там у тебя плютики есть все что тебе есть ты можешь ну типа плюсонуть кроме кроме пиявки и и прозванные магии у тебя еще один одно заклинание есть которое могу дать а ты не запросил еще еще думаю думай думай бартоломео поторшитель ладно не суть главное только одно знаете что знаете да знаете то ста 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 ну что вы готовы или не готовы готовы я думал крюк ты подержу не будешь но с одной стороны готовы тут вроде бы все сказано если какая-то дополнительная разведывательная информация или все да для чего вообще на это задание посылают то есть следующим это соответственно приграничная пещера в которой находится древнее сооружение где раньше жили культист которых мы туда давно выкурили еще с отрядами других призванных вот собственно проблема в том то что там люди по всему сейчас какое-то новое призванное демоническое существо по типу того которого встречали в грин холле так уже опытные ребята а людей особо нет собственно ваша задача и разобраться все ситуации чтобы угрозы не было потому что ближайший близ ближайших деревнях от этого места появляются филеты которых у нас отродить ну вы сами все знаете господи чем не объяснить меня есть такой вопрос если эту локацию это эту пещеру уже зачищали есть ли карта этой пещеры да это было бы неплохо если вы предыдущие призванные составили карту но ты возможно знаешь одного из них да нет ты точно знаешь одного из них это пекере да все верно он там был я бы мог бы тебе подсказать но увы сейчас я не могу с ним связаться если бы они в рапорте предоставили карту у вас бы она сейчас была не все такие скажем так ответственный как господин крюк чего есть то вода если есть вопросы по заданию спрашивайте насчет демонов которые там обосновались с ними были стычки можно есть ли какая информация чего они от них можно ждать там есть предположение что и демона потому что их там видели в окраинах местные жители конкретно что они умеют никакой информации нету демоны которые у нас появлялись но я напомню что это у нас все так минуточку подождите тут барды слишком громко играли о замечательно возвращаемся к теме самые разнообразные проявления есть демонических существ самыми разными стихиями какие конкретно будут там мне неизвестно но скорее всего связано с огнем потому что другие разновидности тоже другие разноидности я видел ну я лично там тоже видел но гораздо реже не оглядывая свой спутник повозка ждет так ну принципе все готовы я так понимаю вопрос на столом можно конечно можно мне советное зрение надо было отдельно заказывать или она по умолчанию доступно но другая ты хочешь все подземелья сразу видеть да да но доступно эти не буду заморачиваться с этим окей спасибо сам увидишь дешевинский ул что я могу за через другие фан так из-за аутургии сейчас посмотрим так ну по касании есть я могу до тебя ослепляющее излучение например или невеснимое уклонение но второй уровень больше нету ничего но есть еще ауру попутного ветра ослепляющее излучение да ну это та штука которая наносит урон вокруг тебя и накидывает ослепление на врагов которые рядом с тобой стоят пикую и и да пожалуйста будет интересно слепых скелетов смотреть да все получается ну наверно все я все готовы давайте проверим чтобы наверняка так во первых здесь я тебя распределил нифигасе ты все интеллект сделал просто пушка а ты стеклянную пушку случаем не брал не нет ты увидел дебафа надается да это да это да дебафа не мощный так ну тогда смотри давайте посмотрим у вас целосложение и я вам выдам количество ресетеров так у тебя 10 значит тебе десяточку вот сам целосложение озвучьте пожалуйста 1111 так у тебя 10 глябка сока месяц здесь и до без проблем мы и совсем нафиг это я кстати забыл сказать может прикинуть из убеждения в воровство два очка погоди 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 сейчас я все делаю погоди это с воровством это попозже да не без помощи конечно ноутбук у тебя звук урион жуть какой ну да так вот там еще 11 какого в рука да да рука так тебе дала ресетера тебе не дала с этими тебе остались только так смотри значит внимательно сейчас руслан да у тебя сейчас появится в инвентаре пачку таких вот предметиков нажми ну просто как это работает нажми на один из них ну типа активируем достаточно пишите от такой статус появился теперь юзани ну например способность хила на любом персонал например на нем были на союзники пофиг и нету лица бишь кулдаун сбрасывается обязательно то если ты забудешь до заюзать придется ждать весь кулдаун у тебя здесь 10 штук на любое заклинание любой навык откуда у нас сразу откатиться на москитов там на все что угодно любят так ну вроде бы все давай проверим тут ли все ли тебе скинул так тебе усиление в два сделала счет 봤юду одно сюда тебе сделал усиление в интеллект тебе и сделал усилинип ловкостьıs белый сделали в т oko киire здесь я вам все раскидал здесь все раскидал доски скидал здесь это уже сразу кидал и здесь стены ли новости рассказать кидал ну все отлично все там ты взяли мирных умений я вам быстренько поделил тебя что-то воровство кинуть 2 до но ты можешь убрать комитизмение которым может помочь вам дан же любое любое подчеркиваю за место обмена 1 1 должен советом остаться если что с обменом давай я хорошо игорь остается ну чё банк закинуть они легенд готова крюк тиротками закидывать и мяч давай та-та-та-та-та вскрытность все готово ну шо начинаем с богом и так прежде чем мы начнем да вы отправились путь до из-за линтауна и собственно доехали до местного значения на вот этой вот палочки вас игрущик высадил сам остался здесь потому что никуда не пойдет его страшно задач повозку стараюсь поважнее чем ходить по всяким разным там даджем где он тут вот его возьмем готова после стиха подождет да вот именно собственно как говорится данж вас перед глазами маленький момент а как мы встретил ли лакурель он был тоже в гарнизоне когда ну заданием него не важно считаем призванный наемник а он по ему тоже вну кстати да руслан какой-нибудь мы тебе небольшую квенту дадим чтобы ты этот как его здесь оказался по логике вещей что я должен знать ну типа кем бы ты хотел быть с точки но ты знаешь что типа обычно ты просто чё твоему персонажу нужно вот так спросим ладно не заморачивайся да и так ты здесь сын дочь квартирмейстера убежал из дома вот в поисках свободы замязанной семьи брака финансовый все а потом дохлой попал сюда это он не в курсе ладно не суть короче значит да важный момент у меня все призванные играют но персонажами которые по факту умерли в предыдущей жизни поэтому у тебя мотивация когда-то переродился надо быть немножко не связаны своей семьей может слушает и не с той стороны начал рассказывать ладно короче не заморачивайся ты будешь персонажем который появился в этом мире у меня просто все игроки вот ребята играют по сути ты секай вы все персонажи которые здесь появляются они появляются из других миров они там в предыдущем обязательно сдохли и появились здесь им божество предложило переродиться они материализовались выбрали себе любое тело все вот все предыстория за что ты воюешь во имя чего это уже другой вопрос главное что всем нужны деньги это самая банальная штука да собственно ребята сейчас служат в королевском гарнизоне как придворные призванные собственно и вот сейчас выдали задание ты волей судеб оказался на одной стороне с ними собственно и поэтому идешь на задание за эти могли пообещать деньги артефакты информацию квартиру много чего могли повесить льготную ипотеку льготную ипотеку да да если что а релин тоже да просто внимание модель человека но и тоже твою за что мы воюем за независимость независимость чего чужого мнения что зависимости чужого мнения сила очень сила в чем зданиях сознание за информацию где может стать сильнее но возможно здесь ты получишь информацию чтобы стать сильнее потому что это древние руины ну чё ребят у вас дал и данж перед перед вами ростом будьте в него заходить или ну что за работу да в курс я достаю этот как его факел и иду вперед и аккуратно осматриваю местность перед собой на наличие ловушек хорошо иди аккуратно мать и подказ но вообще этим лучше заниматься должен не ты то что у кого-то есть восприятие побольше чем у тебя может черти ты это орлиный глаз я включаю свое зрение ну давай и потихоньку иди потихоньку управляет твою новую указку вы товарища что-нибудь видите да прекрасно ни хрена же не видно у вас видно что я увидел ловушку да да у вас все на отметилась это грубая пока можешь показать пальцы но типа вот ребят что я подхожу и приглядывать поближе так факелом все прекрасно видно они все что в этом какого ну в пол погружены это так они выглядят на самом деле не все в полу в принципе их можно перепрыгнуть наверно ну не знаю давай-ка я попробую разминировать одну из баушек а сейчас погодьте может быть откажу на него дальше баклами лучше отадеб и и лучше подержите кто-нибудь факел как вы спорю так применить это делает это я должен делать так ладно проходим что аккуратно здравствуйте да тут смысле кто тут ты видишь прекрасный а я вижу да но увидит они просто видит крюк я прыгну как ну так я сказал что это а это шкелеты злые шкелеты чем-то кау прилетает ты можешь это а ты стреляешь и в них и звука а я понял я понял он понял тактическое откладывание ходу он подобрал койсон так все должны войти в бой если что или пусть хочешь были либо потом я тебе не давать сделать по нормативному ладно ладно встроены работает работает не просто у радиус убежки изменен привычно ловкий товарищ москитами москиты дружный грибой пролетели мимо скелета не обнаружив на нем плоти видимо тут ничего нету мы сажать не будем ну давай бартоломео как там тебя по батюшке олегович бартоломео олегович интересное полноценный мир забыл там был супер печи сам забыл сам придумал там забыл ну в целом неплохо я подготовил реплику если что не пришлось говорить твою мать страшно я этих стенок боюсь как же что он ваш союзника не мощь неважно ошибка время подключения к серверу на той мать серьезно вылетел что так игрок вышел и у меня кстати пять из пяти там кого а мне тебя в игре отсутствует подводный персонаж который можно управлять что за хрень тебя мне отдали сейчас тебе кину приглас погоди где-то у нас тут вижу где-то где-то отрасли сидели я загруз да блин походу опять и в инвизи просто ну вот возможно из-за этого слишком много сидит в инвизи да блин как это отключить давай давай у меня с ним залагал кстати вот тебя видны ты застил звучит как типичный путь слишком долго скрывала себе информацию потом знал что никто о нем ничего не знает его трагичной предыстории так схемри логу антес откладывал ход для чтобы я понял вопросов нет так я должен быть сети заходишь смысл игру пока да пока в игру не на серых пока усики прикольный костюм такой прям шаманский шаманский тупо собрал с павлина перьях 0 из других из тоже в игре отсутствует свободный персонаж можно управлять я короче сделаем так я сейчас это тебя приглашу а проб я не того пригласил да нет того тебя не пытался на глеб контакт ну может в игре отсутствует свободы персонажа который можно управлять видно это из-за того что он в режиме боя давай значит делаем вот так вот и его блин ну ой господи скажите стим залагал не вовремя она придется мне на паузу поставить погодите ребят давай это может быть я просто андрею блин но хотят тоже есть бой ну блин короче ты можешь сказать андре че сделать тебе сейчас вход пройдет и я просто паузу поставлю андрей ты можем остаться краны бурбить да конечно сейчас короче будет закончиться потом ты подключишься вы проще пошла да смотри проверяйте разгорания вперед и разу для просто не все пауза нету так немного у вас фаргов она ладно ну хотел наверняка я хочу палач что ли да а я думаю счет такая много скид много ты стреляешь ой мало пересетер так впысков дальнего тройка до а тройка смысле мимо она бывает без ресетера тройка в дальнем мне везет все но до конец можно сказать попасть 85 процентов так ну чё у нас тут есть цель теперь мне не так много уклонения чтобы он это как не работало он юзает два разных наука так что у тебя есть салатом 8 30 38 процентов обмазался обмазался прям совсем немного готовили да твою мать я же говорил уходим один освободи пожалуй а все равно ты слишком уже слишком изворотливый обмене еще кое-какая штука есть на твою дивизию хе 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 ну шанс был 38 процентов из четырех ударов примимо а не из пяти ударов даже или нет из четырех ударов из четырех ударов четыре удара на три мимо нормально лакурей давайте а из дальних у меня только одно заклинание маг нижнего боя человек и поверяй хе хе у тебя есть ресеттер я напомню с помощью него ты можешь спокойно передряжать скилл дальнего боя но он в кд нельзя нет смотри ты резать ресеттер я тоже конечно ты не можешь а вообще я тебе для чего выдал чтобы ты вот это мог несколько раз подряд коснуть молнию а и пусть сейчас уже есть ты можешь если второй в руку взять взять кто-то будет стрелять ну типа авталавтал атакой правда там точность на 40 процентов ниже будет но а а вот и за прикладывание снилось отлично ну да само собой и факел надо будет только снять потому что факел это как его он в ближний бой только ну шо ж этот скилл должен попасть попал а больно да надо было сначала его юность охренеть 54 процента точности охреневший скелет а нет шкелеты покажи ему кто тут бортового моего ну вот это он смотри вот вот бортового я нашел его по обнов Lions но я очень много да я трачу на то чтобы дольше цвета ну да ну то ты считай будешь очень сильно должен быть неплохо а это не потрошение было сейчас нет это был этот крикинг а у меня прикольный этот ворох цифры потому что у меня обычный удар скрита с кинжала гарантированного обычные урона этого способа коз сфакела сфакела побивающий урон сфакел огненный урон из кинжала воздушного как у скелета нет так ледяное касание сначала выгорание без без ресекера возгорание без ресеттера ледяное касание без ресеттера над подойти сначала и добивание вот этим вот этим до осколком льда вот так пора подключиться парни восстанавливаемся в игре отсутствует свободный персонаж который можно управлять я пал минутку сейчас попробуем сделать так я сохранюсь и мы сделаем вот такую вот штуку броня отрядом до забери у меня так во первых сделаю так во второй час попробую деактивировать попробую сейчас этот снится в игре оттуда свободный персонаж так ладно ребят дать сделаем проще перезапущен перезапущен сохранился сейчас мы зайдем да у меня помнишь такое бывало только перезагрузкой помогала еще страна химия я спереду перезапускаем запустил начатного гостя до конца погодить не вовремя стим начал лагать не вовремя не вовремя ну я не знаю и такой звук вот наливаете или чё там наливаешь увеличить на еще нить все заходить щен минутку отойду давайте подключаемся анти какой а он бомбом бомбом прошу просто скажу пожалуйста ну вот все пришли отлично все работает я подконекция дам только я почему-то эльфийка у тебя так получилось операция просто успешно поздравляем я помню этот заговор я помню как ты появился появилась появилась да 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 так я тут и как отделу первые шаги делала не удалось зависимый объект что нет вашу куда так погоди минуточку давайте за счет . так все ну да тонну только остался так мы продолжили тогда все загрузились отлично поехали да все нормально остатки разума у них есть они что-то подбирали не с голыми руками дрались ребята у кого-нибудь есть кинжальчик ну на и хочется пуку сделать да всю жизнь мечтал я хочу проверить что там за сердечники у скелета даю крюку свой кинжал физически надо давать ну не обязательно если вы отыгрываете я пытаюсь выковырять сердечник из этого скелета какие-то склоняешься ну и там на том самом месте где обычно они есть он есть какого рода это сердечник какой природы ну давай посмотрим я думаю что у вас ваншот поэтому тут немножко он идет вне логики а вот 19 выпало они неплохо неплохо хорошо в принципе твоих знаний достаточно то чтобы понять что здесь используются магии органики понятно органические сердечники ребят ног что тут происходит то что он говорит я использую свой интеллект чтобы понять что это значит у меня для тебя нужно быть слишком много лор дать там чтобы я чуть не вляпался да чуть не вляпался все верно так научит вот на русский интеллект ты понимаешь о чем мы говорили да да ты понял так а я знаю кто вот это смысле где ну вот вот это вот изваяние а не ну типа вы первое свидетельство я осматриваю валяющийся на земле топоры ну просто осматриваешь обычно топорик это просто топоры да будет обычно топоры на просто достаточно старые но они все еще рабочие вроде как я кстати зажигаю один из факелов на стене спокойно может сделать да и вот возможность пожалуйста сжигать успехов пусть если вы рассматриваете видите достаточно большое количество факелов на всех стенах ну что разминируем так вон я одно уже разминировал а ну хорошо впереди какой-то скелетообразный паук и 3 скелета имейте ввиду предлагаю попробовать выманить их на эти ловушки хорошая идея я останусь чуть назад тут подошел и активировал так прежде чем я начну ходить мне нужно и прежде чем глиб начну ходить мне нужно чтобы все стали позиции которые не будьте двигаться понятно да я стою на позиции который нибудь от кого-то часть можно двигаться дать все это можно теперь берись и ребята готовы все и все тут пока мне там не выбросило из этого а то что вы выйдете игры из игры будете у меня точно не так снова ходить всем как мы начнем так стоп перед всем как мы начнем так мы улетят я тебе дам возможность это сделать один раз здесь хочешь пожалуйста можете делать но после тут я нигде здесь недоступно но либо сейчас в ходе бы войли бы входить и был в бой как и любым действием ким хотите я бы вошел в бой белкой 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 тут самой белкой той самой белкой я понял да белка ты знаешь я знаю маленькая злобная тварь я постоянно следит за тобой мы сейчас обсуждаем план так ну можете ну блин по отыгрышу не смотри по отыгрышу мы они выбегут в нашу сторону по отыгрышу мы сказали то что мы маним их на ловушке а понял достаем позиции ну вот я я стою на позиции вот все во все бою я кстати не перевязался очень ну вот чё поделок ловки я даже не взял бандажных бинтов бинтов у меня возьмешь потом не нашел не искал просто на был спросить они были ну я их не нашел я нагадаю что не были их купили с каких вообще пор я могу ходить первым ты еще не доводит что мы скипаем ход или ну решай сам учитывая что у тебя 60 ходов кулдаун если ты за южи что тебя 60 ходов кулдаун если ты хочешь чтобы у тебя куда на не было на в мире сети да все молодец а все-таки активируем я кстати этот навык тоже переделаю я нашел способ как накладывать статус обездвиживания на того кто юзает который который будет так что будет обездвиживаться два игрока но это справедливо ну держу кстати в курсе что я по-прежнему могу ходить под этим нет это понятно можешь но у тебя со мной были полезны скорости просто следующий раз там когда я скилл не поработаю там будет минус 300 процентов а уже никак не имею вновь первые потом никак не сможешь делать по-другому не лох не плох давай бортл мэл да че я дам с такой дистанции 5 10 на следующий ход оставить кстати записываешь да конечно конечно я уверяю тут расстояние а блин я же не могу ходить точно есть типа после лечения сразу побежал сам замедлен что не может там на сто процентов я просто постою и такое стою вот доджищу стойку и и всячески маню паука показываем жестом типа да камон мне кажется тебя заденет ловушками таком расстоянии до тебя тоже так я-то отойду сейчас нет самая поможет не дойти по ходу нет у меня не так шансов крита видишь гигантскую костяную вдох вон костяного паука который несется на тебя сломя голову и падает ну нечего было вести своя голову по льду много но и возможности подскользнуться еще раз в россии хочешь это чтобы больше не подскользнуться почему не блин она она воде уже получается или не распавился лют ты посмотри на стану должен быть влага на нее если они нет статуса влага значит оглушение не сработает вложите учатся в этом моде очень сложно давай буквально водой облить и шок пройдет просто по влаге подел не станет влажным просто конечно она несется ты конечно несется но под заведлением и творить тут на скелеты хитрые ну ахренеть ну чего если это было ожидать ну классно у меня лаганул конечно чё там хоть произошло на ловушке за дело у тебя настолько слабый ноутбук вы кошмар какой но не знаю тебе сказали же слишком близко к ловушке подошел на ловушку взорвалась ложка взорвалась и это дома к ловушке был да да ухты как круто 12 единиц урона огнем а еще там не огонь был там был яд который потом просто вспыхнул по нему прошел урон именно ядом вау 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 жестко неплохо неплохо она не забывай ресетеры использовать какая удобная позиция у меня обзора 0 сейчас будет да господи сдвинься на метр проверьте мне другие вот эти вот беспокоить и товарищ которые не подбежали у них путь так так гендируется что типа им так выгоднее пройти там между лавочкой это не особо много места вот скотства они все по одному пути идут он еще не убил тебя сожрут но у них ворот есть что есть спокойно отбежать так кусатый красавец так побежит с этим у него просто так руки в ноги побежал так не вот интересно я сейчас нафиг я просто обойду полностью они не так большую вот вернулся серьезно кто ближе зачем там есть скелет не знаю я быт немножечко там плюс 7 процентом просто а тысячи побить хорош 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 и как ловушек но блин да ладно это я прям в ловушке сейчас стоишь не знаю не проб да ой и ладно так я не живу углуб чё как что выживать собираешься ну я щас закончу статус генерейшн и он я щас будет этот ну ворон большой очень ну щас на нём ворот углубление 59 процентов да блин обидно я нифига не попал ничем ой прекрасно кликнул называется серьезно он еще жива обидно обидно она хочет жить она хочет жить ну или чё она хочет так да давай игорь покажу что ты умеешь вот умеешь это скелет остается там но он не примется он просто охладился а вот этот у нас кто же сранец он не может даже он ничего не может он может кинуть топор он ничего не может он может кинуть топор но у него нет амбидекста кстати да но зато он может сделать так обидно 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 что я в этом ходу хожу и конец хода перекинуть мне в следующий ход нет если нажимаешь отложить ты будешь в конце очереди просто отстаньте не трогай меня от меня о неплохо прокнуло это что тебя пакил еще мрази опять вылетел игорь вылетел у меня что-то с антосоединением плохо так ну давай ходим в принципе у вас тут не очень много целей осталось по идее вообще уроны не несет алё-алё-алё на привет еще раз давай игорь ждем пока сейчас ребята опять сделаю то же самое андрей включен в том числе подожди сейчас я загадываюсь потому что это другое это у нас интернет прям логнул прям интернет а интернет логнул игорь иди мне отдали ну сейчас посмотрим короче он типа ну если что я могу перекинуть главное чтобы он сейчас был доступен просто по-моему во время боя все закидывает тогда не передает он тебе не получится ну еще посмотрим короче давай а я посередине 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 значит от этого был просто бок со стимом давай смотри что ты тут что ты мнешься да ладно как мы можем ему вновь хотел больше да потому что у меня оранжа не хватало ладно я же могу подойти на метр я не знаю что будет плохо плохо хорош как раз куплю на раненого зачем? лично меня на них не видят крепись я копаюсь и даю одну хилку Бартоломеу говорю, на, выпей это спасибо вы столько мало хилку пил, серьезно? так как я вижу одну пятно ясно говорю, дай Бартоломеу еще и бин полуподъемность вы понимаете, что будет полуподъемность, да ребят, тут какая-то книга если что, ты вот так, что прошел мимо подсечника сжигаю свет потихоньку тут прямо рядом книга и свеча по большей части вы не разбираете текст данной книги но видите множество изображений где люди в одеяниях склонив головы молятся у подъема существом, похожих на големов ну смотрю габелена ну, для тебя все, что здесь есть, оно не знакомо но я на самом деле вспоминаю про ту вот фигуру каменную которую мы встретили раньше лицо да то лицо может быть они об этом может быть может нам просто насрать на их убеждения и мы просто продолжим и куда ты хочешь пойти? у тебя есть куда идти? все двери заперты ну это можно поправить мы собираем пошли на кунать да не вышли ну не вышли ну понятно я всматриваюсь в дальше за эту Роберта можешь это описать? Я копаюсь и не нахожу дверного замка? Нет, находишь. Но ты понимаешь, что там замок какой-то сложный. И, судя по всему, там какая-то магическая есть печать дополнительная. Вот там, короче, он сложнее. Вот эта дверь и вот эта дверь явно выглядят массивно и просто так, как не открыть. Двери выглядят деревянными. Может, попробуем их сжечь? Ну, можно. А насколько хлипкие вот эти вот крути? Ну, вот эта дверь, вы видите, что она достаточно, ну, такая, не слишком сложно выбиваемая по сравнению с теми дверьмями, которые до этого видели. Ха! Говорю же, что-нибудь да смогу открыть. Молодец. Ну, ладно. Крюк, не посмотришь там, но по ловушкам. Да, да, сейчас. Я хотел дверку поджечь. Серьезно? Погоди. Минуточку. Сначала вы видите вот это. Хуй он. Ух, твою мать. Нет, ребят, нам не сюда. Мам, а может не сюда? Слук с лайком, рот в дуан. Нет, отойди рядом не сюда. В Акурель выйди оттуда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Закрыл. Я открыл эту дверь. Занято. Я не хотел бы сразу выбрать, я не хотел просто прибежать и пиво. Эй, Крюк. А? Может, попробуешь подстрелить ее прямо отсюда? Чтобы она прибежала сюда? Что-то такое, да. Нет, не верю. Мы бодим от начала ушки. Так, там далеко. Так, а эта дверь, дверь на нашу, в нашу сторону открылась? или вдруг на вашу вашу может . подопрем можно знаешь подпереть ее до подстрелить лавкой и приманить это создание просто его расстрелять ну давайте попробуем смотрю на прикручены или нет лавочки не прикручена но давайте тогда кто будет но там же дома до ребят 10 20 17 понятно крюку не повезло меньше всего меньше всех поэтому за юлию с этим пожалуйста мало 20 пригодилось ну вот это наверное да но мы естественно там должны будем приоткрыть ее подманить поэтому мы закрывать двери с решетками круг может это все они училась на кладовую регенерацию на бортоломео ты прямо отсюда выстрелишь в эту тварь всегда он там боять либо выстрелить либо пошли мимо она прибежит из леви сух ну мне пишут быть перекрыт а ну окей да если ты хочешь приманить ну ждем когда крюк выстрелит планируем драться с ней через эту решетку Решетку я уберу для того, чтобы вы смогли стрелять, если что. Она условно здесь будет. Ну что, готово? Да, готово. Хорошо, тогда крюк, специально для тебя. Сейчас произойдет вот следующее. Решетка условно говоря здесь есть, если что. А как мне это нравится, у меня все равно путь перекрыт. Лавочкой? Серьезно? Нет, у меня почему-то Бакуют именно дверные проемы, даже если они открыты, мне пишут путь перекрыт. Ааа, нифига себе. А, у меня тут нет. А вот так вот. А выше попробую, кстати. Саму модельку выше выставить. Так, сейчас я подойду. Вот, так нормально. Так двигается, да? Окей, как только выстрелишь, я активирую давай. Неплохо. Хорошо. Ну, тогда смотри, что будет сейчас происходить. Ааа, ты стреляешь в эту грибонину, да? В эту страшную пиротень. Я почему-то не убавил, все убавил. И, собственно говоря, она делает следующее. Она к вам бежит. Увидительно, не правда ли? Угу. Странно, да. Как неожиданно. Она касается решетки? Она, да, буквально касается решетки. И, собственно, смотрите, что сейчас будет происходить. Она будет разбивать перчатку. Как только решетка будет уничтожена, значит, что произойдет. Да. Я могу условно применить касание на решетку, чтобы ее ударило. Ааа, но она не касается, она, блин, бьет. Ты что, там ударом в секунду, секунду в секунду проходит. Ты вот сможешь молнии фигачить, в принципе. да ладно 78 процентов все мимо класс я 85 процентов все мимо было вы слышите вдалеке еще лягкостей кто бы это мог быть хорошо хотите скилл это не умеет пользоваться магией ну те то умели нельзя касанием ну касательно буквального коснуться через сотку не получится мол не мимо он не из моей школы он не брат мой братюня смотрим статус необъяснимое уклонение ясно сестра братуха тус необъяснимое перенетном ника чих обне объясним уклонение буча шучу шучу давай локурель так вопрос ко мне кинжал дал как скилл неограничен запас как неограничен ты потом тебе подберешь я думаю больше 20 забой сделаешь логично я просто не кидаю неким жалом господи что там происходит просто какая-то зарядь да все горит меня конечно прикалывает сейчас мой дамаг куча единичек все мимо все мимо карл офигеть ему тяжело косточками и пробивать прекрасно для нас да для вас это прекрасно так что у нее там еще есть недопустимая цель грустно ну просто ты хотел кровотечение наложить на дверь нет я хотел скилл ударить дверь я шучу просто было бы забавно если ты наложил на дверь кого течение и она бы истекла окей вы видите за этим существом вы видите какой-то костяной силуэт который сзади подошел и он что-то там начинает делать что там я не могу толком рассмотреть а тут все полыхает там ни черта не видно нет вы видите то что вы видите кажется я чё-то вижу мне кажется надо побыстрее разобраться с этой третью из и свалить от двери а то мы все как-то очень удачно тут скопились свалить дверь звучит прекрасно это не ты кстати как рейн я знаю да спасибо добрый стрелу стрелу стрела вылетела вот у чувака ну типа отразилась на полу лежала это смотрите такая есть хочешь точнее попадать снимите себя жезл и пакел и будет бить на сто процентов сработала неконтролируемый приступ криптомании стрела подошел она у него пятки прилипла ну давай у нас очень как как сильно бумажем уже под урок через я стал передохнуть я надеюсь на вас вот это вот это было неплохо да как я прожимаю увеличение крита он у меня не прокает как мой родной он нормально играет окей такова жизнь сколько метров добавляет рейндж с примерно здесь 1 обычный десятка дает но принципе идея если половина расстояние до него то ты после рейнджи дострелишь и мне 4 метра не хватает а ты хочешь вот что ты хочешь сделать закончить все сейчас нет сейчас то я вряд ли закончил вдруг вдруг прокнет я посмотрел был ну хотя урон не поднялся и прок прок ну окей ну она прок но планета зато меня сейчас фаншот значит а ты что что он как продолжает к вставать после чего происходит следующий хорошо что в ней живчик да во первых момент когда он к стоит фаербол решетка просто слетает с петель бесит с тобой и петь немножко отлетаешь назад отсюда спасибо а чё ты вышел в бою хрен ты вышел в бою я не понял но добил куда бы я не выходил из боя давай войду не остались где-то не стоишь и ты получаешь потери равновесия и главу я бабочку и сотрясение мозга надо на тип того ну дальше так понимаю вы сами справитесь погоди погоди у персонажа еще кое-что осталось так где-то тут была особая штучка особая штучка ща я пытаюсь ее найти бля куда я ее дел он вот это вот это или нет адепт да вот это 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 поехали он ком идет и делать следующий куба а ему там туман не мешал не нормально это не думает парт если что вот как его парта закон да все верно пара тадет дым как в песенке так филос тут это что такое было это было заклинание за что так подошли с тебя снимаю так что теперь все нормально как это часы херня заклинание не видел ну классное заклинание пока это по моему френды файлик какой-то макс стал а это макс кастома да я его козыка заканчивал я думаю не уже закончилась да да там где-то как курил все верно и не только ты тут он пока не прошел а никто не прошел я заспал это поджог крови и горение двадцать и двадцать вот так вот мемчик it's fine и что с такой сидит тут свитки надо использовать да но там типа вот эти перебез привязки бинтов хилкс и плане не просто так есть гасит на лин закинулся хорошо я могу не использовать свиток я хилкой влить но он реально сразу состояние те свиток нужно использовать в любом случае ладно я для чего их дал нет нет если ты хочешь чтобы он был со слабостью 50 процентов пожалуйста ладно ладно тогда передумал да хватит столько хилиться дожди пока тикнет второй раз а а она по два раза тикает с тобой все в порядке я видел о что что не должен был видеть родственники которых я никогда не знал о явились ко мне выпи это даю хилку и начинаю перевязывать что там произошло вы вроде пристрелит он или тут баба ты отлетел за загорелась и теперь ты похож на умею да я не успел отойти немножко луку рель вы выпьет зелье у тебя попробую исцелить это было страшно не хотел бы есть и хотелось бы здесь такой еще раз но я перелезаю через кости через эту окей просто проходим не могу могу дам тук на какой-то ключик немножко решетку уничтожить ау за что ты меня поджог на 109 кп там ловушка была ты куда прыгнул я ты мне дверью шотнул я не мог тебе шоткнуть дверью ты мне дверью поджог я не поджигал дверью еще раз говорю ты прыгнул на ловушку по ловушку взорвалась дверь подожглась от ловушки овец ловушки стояла ну я не знаю ты меня поджог по себе не 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 у тебя у тебя я твои двери летающие уходил чтобы не мешаться ну ты видел здесь ловушку видел же видел я там не мешал попросил отойти но крюк тут есть еще ловушку ааа не вижу так все есть чуть-чуть посилю на 109 кп ровно пожалуй так ну так стоять настоял бы стой на месте это всем не я говорю только глебу так а тут еще какой-то ключ а еще тут бинты тут бинты это отлично еще одна массивная дверь замечательно два ключика который нашел сюда не подходят я рассматриваю книги на полке вам если книг да ты открываешь они ты видишь что они здесь ну очень давно они буквально чуть ли не рассыпаются у тебя в руках от сырости они здесь отцелели 1 текст сейчас как там где ты видишь какие-то тексты ты их не понимаешь опять и старобаршина ну бартоламио бартоламио посмотри а с этой дверью ты не можешь совладать или там то же самое ну тогда у меня выглядит очень массивной и типа не видно вообще ни одной замочной скважины ясно тогда пойдем к тому каменному излаянию у меня больше вариантов нет ну может ответ таится где-то в этих книгах да я смотрел там там по сути ничего нету да и книги они разваливаются просто еще раз посмотрю в книгу чтобы увидеть как именно там нарисовано на молящихся ну вот и просто видишь то что типа рисунки до день где но есть наши типа такие как будто почти что египетские где послушники на коленях стоят и типа болятся начинаю смотреть больше ты смотришь бочки видишь много разнообразных бочек большая часть пусты но есть бочки с водой ты можешь спокойно полутать если ты что-то найдешь пожалуйста а значит блат был смысл и удачу ну а у нас сегодня нет здесь можно это ваншот я понял я не запрещал ящик тоже можете посмотреть сходить и ребята вы идете ли я один буду пытаться совладать с этой статуей мне интересно где крюк а вот эту силуэт не видим эй да я иду так этот ключики какие-то подобрал так я подхожу к этому изма изваянию и внимательно осматриваю вокруг все вокруг об посмотрел кто где дверь открылась и еще одна дверь открылась но уйдите сюда я говорю ключики подобрал я две двери открыл может ты к нам подойдет потому что я-то ладно вы же не на столом ладно я осматриваю аккуратно эту местность может быть какие-то мозаику на полу может быть там есть какие-то эти камни которые похожи на нажимные нет вот это месте нету ничего такого внизу ты не видишь ничего статуя выглядит конечно необычно но не буду делать отдаю и острю так ну вот момент прибегает к рюкку поставки рассматривать да ну а я в комнатке где вот это злобная безумная карга в нас полила нашел два ключика соответственно ярки теперь открыты да пойдемте пойдем а и там еще был какой-то какая-то записка какой-то шифр что ли ну-ка ну дай куда ее где на так она гласит попросите ведущего показать вам рисунок шифра это важно ну на потому что собственно там он и находится хорошо смотрим а вы видите вот это вот там тоже дверь я не заметил сначала так ну собственно у нас открыто вот эта дверь и вот та дверь так отойдите от этой ловушки я думаю от камня она с детонирует там а ну можно и так как только ты убанул а блин мой ход уже был я иду стрелу там подбирать эх да блин чё ж мне так лагает ну тут уж ноутбук наверно ах тварь да у меня интернет могла гавит Ух ты ж как-то мощно ему дал. Ну ты не вылетаешь хотя бы? Я вроде не вылетаешь. Не-не, не вылетай. Нормально. Это с чего? Это чё это было? Это был... Рой москитов! Наконец соживает цель! А с чего так он взорвался? Потому что там кровь с рукой с этим огнем смешалась. Ясно. А, у него не кислота. Кровь не кислота. А, нет. Я не могу куда-то двигаться, да? Да-да-да-да-да. Так, где у нас... Вот она. Видите, как паук забирается по потолку, по стенам и после чего выползает. Ах ты твать! Серьезно. Ах ты чё ты? А ты красе не юзу еще не понимаю. Или ты в него учил? У меня и так шанс попадения высокий. Будет шанс попадения, кстати. Сто процентов. Кажется, что блин, я с 85% два раза подряд не попал. Ну вот крюк, смотря как бы сукиляет. Ааа, как я и вну. Так что, осматриваю паука, что это за тварь какая? Но это паук. Большой-большой паук. Так... Я, кстати, так понимаю, что вот эта штука, она очень ярко светится, да? Да, да, вы отсюда видите. Вот эти прики там, да? показываю пальцем на вот это вот охренеть пошел стрелать если сейчас зашел на темно поле пауки ты в чудел я бы убежал обратно какие-то сундучки прежде чем ты там сундучок ухты и хера себе ухты ухты ребят тут очень так неплохо прям очень неплохо намного намного лучше чем вон та хреновина ой да намного там прям интересно очень много ладно вы хотите я лучше понаблюдаю за этой за видишь да такой типа вороты сквозь пол сквозь каменную плитку туннель с паутины на боках парни как вам идея поставить туда что-то чтобы оттуда ничего не вызвано по пусинам округаясь более важные дела дожди у меня есть где получше я достаю одну из гранат подвигая и кидаю туда вглубь давай нынят а поди кидай но недопустимая цель на я кинул вот туда в угол окей а ну стоп туннель заваливается отлично похоже его завалило осматриваю книжную полку ну вот на полке ты ничего не находишь кроме того что там было то что ты мог подобрать стучу полу бочки проверяю пустая она полная там явно что-то есть и на запах если ты там крайне круг горя при открываешь там пахнет алкоголем сейчас не время для этого я рассматриваю книгу которая на стенде например символов которые я в шифрах видел там есть да что такое но тебе сложно соотнести одно с другим чертовать и подземельях а вот это роза не было то что там если что про то что написано про стража да сейчас похоже на голему она очень похожа на то что ты видишь увидел вот там вот в той комнате а понял то есть это именно стражи то есть в этой книге да 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 говорю по ходу вот это вот это то о чем описанули в книгах он в той книге так у меня есть ребус 3 ведущий покажи пожалуйста ребус 3 без проблем один-два-три последовательность только на что это похоже закрываю так ну пока вы там пока думайте мне надо кое-что еще загрузить так сколько тут лавок и нет ни лавки я тоже подумал о лавках ну хотя да тут три ряда на книжные полки тоже не похоже может быть двери может выпила ребята когда где и поскольку я дофига такой разведчик сейчас тут лавочку сбить надо поставить там животе было я по ходу понял я по ходу понял это круглая хрень может быть тот тем лицом может быть нам нужно завлечь нужные факелла в нужной последовательности давайте посмотрим просто вот на то сколько я считаю факела на стенах один-два-три-четыре где-то прошел по ловушке мне интересно да он автоматический путь не против но убивал два подложки дел почему если я до этого всегда бегал так контролирует контролирует да он так делает считай ты невнимательно подсказнулся упал лицом в пол прямо на ловушку ну почти хотя что тогда в центре да меня просто сильно лагает я не могу тебя в ловушке а я понял то что эффект еды спал это так и нужно да чё чёрт чё есть ну так ты умирал и у смерти эффект еды спал да 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 это так и должно быть это сто процентов должно быть окей я про это я очень ну у нас есть один человек с едой кое-кто который взял с собой дополнительную порцию еды возможно он с тобой поделится об этом мог быть а тут ещё есть человек который взял еду с собой да да несколько человек взяли ну короче у ребят еда если что есть у них из подклодных сумок пахнет едой так ну чё что еды будете я думаю у у у у загадку я могу показать куда ты в игре прям а вот они нашли вот такой вот штуку я бы сказал чтобы что это факела если бы не часть которая в центре если бы факелов там было их 8 а не 10 или сколько здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять а то помог об считаться я мог считаться это что может что может случиться что может случиться шесть семь а их девять а их девять так ну-ка я дергаю вот за этот факел ну ничего не происходит то есть там нету никакого никакой механического хорошо я поджигаю этот факт какой там следующий это 123 у кого-либо с кстати пиля крюк у тебя ребят да покажи-ка еще опять хорошо и крайне ну надеюсь так самый крайний это вроде бы так и что-то сейчас вот нет ничего не произошло да нет нет я стой ну ка дай-ка что под этой решеткой ничего ты видишь что ну точно начать типа каналы дергаю решетку она не шевелится так ну немножко шевелится но там есть что каналы точные не размером человек он так сказать такая маленькая древо нужна система говорю что так-то это подземелье бог это же у них не стал проводить канализацию да и библиотека намекает но ну что до сих пор непонятно конечная цель постройки этого убежища наша а я пока схожу на разведочку странным опа сюда нет вероятно я считался опа а это а это знак вот это знак тут вот он был такой знак вот здесь вот на стенке его кто-то видел а вот этот да 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 ну не знаю типа смотрел или нет хочешь осмотреть да но тут в принципе написано таким же тега там есть часть текста который есть в книжке и ты видишь наш тип такие символы которые указывают типа нарисованного вроде похоже на кровать и такая стрелочка налево а ты видишь что то есть похоже на книжку стрелочка направо и что-то похоже на голема стрелочка вперед ну походу ну значит мы знаем какая-то тазарма или спальня слева пойдемте проверим мы можем открыть с сих пор ну да ну да ну да ну да не стоит стоять на мокром а какой-то ключик очередной ключик ну да я не знаю что ты не можешь знать права кнопка мышь клик кликал может быть аналитик ну ка еще раз ну куда у меня эти значки были у меня их пять штук было я оделись нет у тебя сейчас не тот мучек если что но вот только что смотрите что смотрите что с дверью произошло из-за взрыва она повредилась как мы можем заметить надо говорю может мы ее вынесем можно попытаться все-таки пока покорежу а вдруг замок повредился ну вперед ну я не самый сильный конечно крюка то есть воды использую заклинание на дверь дверь застанет поздравляю у меня есть идея не-не-не отойди отойди прекрасно походу там опять эти же я предлагаю все таки попробовать как-то пошуметь их сюда вымыть мокро ну хорошо принимаем бой здесь тогда ну кто будет приманкой кто-то быстрый мне не нравится на что ты намекаешь так я хочу вступить в бой но чтобы у меня был первый вход только за счет инициативы ну класс но если я его инициирую этот бой как мне может быть не ходить погоди 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 минуточку вон момент так ты хочешь инициативы в смысле чтобы они за тобой побежали потом да я хочу смотреть в одного из них кинжалами путь хорошо смотри тогда делай так ты просто да ты сейчас я тебе их делаю нейтральными я активирую все что ты видишь а ты дальше там уже ну типа просто не видишь кинжал и один из них за тобой побежит окей ну давай а я так как это нет так ну все может отбегать дальше уже мое дело вставайте там в позицию все дела если бы их выманивать вздумали я не в бою ну подходи к бою такс а я кое-что понял что я забыл кое-что выдать в этот раз так минуточку вон момент это будет быстро там это не сложно не сложно не сложно вот все отлично господи ау 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 а у Он опять скользит того еще? А-а-а, я забыл, что мне этот талант им дал Скретность, да? Нет, опять все черты партизаны Гурки, они на деревьях Гурки, они на деревьях Ну не знаю, они какие-то слабенькие Но я теперь туда не пойду Не пойдешь? Ну по вот этой вот воде, естественно, не пойду А, она будет долго Да Что там ходит? Да я там ходил Да в принципе я уже походил Походил? Я на самом деле не ходил Такс Так, погоди, я труп немножко отрываю, но он мешает Труп отойди Да так-то они все трупы тут Вы слышите, знаете, такое, типа Перебирание костяшек Много-много Маленьких костяшечек Ну вы понимаете, да? В принципе, я могу остаться здесь И держать с того Ужин электрозованный Ты думаешь, что там настолько много? Туда я подвинем, сраживатель этого прохода? Они не пройдут Ты не пройдешь Ну Да? Да А, да А, вы видите очень странного А, кстати, я забыл думать спецфектик добавить А то же вы не поймете, что он странный Без этого спецфектика Под Сримом Теперь вы все понимаете Ух ты У Ух ты А что это Бу, аААААААААААААААААААА!! Так. Это не простые враги, это шкелеты. Давай, ходи. Да-да-да, сейчас, секунду. Это, блядь, какого хуя, блядь, произошло, я нажал на другую бочку атаковать. Ну, не важно, если ты другую бочку атаковал, то тут произошло бы то же самое. А, и плюс, ты же... Я нажал на эту бочку атаковать. У тебя было вот это, ну, типа, на дальности действия. То есть, если у тебя есть мешающий, ну, обзор его предмет, то он влетит в первый. Отлично, отлично. Может сказать, ты просто не пробросил. Ты, когда нажимаешь Ctrl, ты видишь линию. Вот зажми Ctrl и сейчас наведи. У тебя будет линия прямая. Если она не долетает, значит, ты, ну, в бочку влетишь. Ну, или, там, предмет любой другой. Это было отвратительно. У, если что, у меня всегда можно спросить, сработает или нет. Так что лучше умею уточнять. Ребята, он обычно спрашивает. Ты просто не привык еще. Чуть чего делай, смотри, не поджарь нас. А я такой брод, по-моему, на поджаре ничего нет. У него нет огненных заклинаний. Так, ну, огненных нет. Но электричество тоже поджарить можно. Что частота разум дает? Асимент эффекты. А что, что тут? Не такие. А, самое главное, что она дает бонусы к характеристикам. Плюс единичка, по умолчанию. И увеличивает, ну, точнее, снимает там ужас, слепоту, очарование, провокация, сон, ярость. Ну, эффекты, которые связаны с раду. Угу. О, ни фига, если тебе там заглянить, крутое. Я только сейчас заметил. Никто не запрещал мне брать свитки? Не-не-не-не-не-не. Я просто заметил то, что ты, как его, купил его. Просто, ты первый, кто его купил. А, и вода на него не достала. Ах. Ну, пофиг, это мирное умение, это не кратично. Я его все равно перекинул. Отлично. Так, магическая броня не работает с того, что надо. Ах. Она не уберет шоки, она просто увеличит броню от урона. Магического. Потому что это отвратительно то, что сейчас произошло. И понять не имею, что в этом случае сделать. Машечку просто трещь по принести. Машечку просто трещь по принести. Ну, я так скажу, ситуация нормальная. Она и для вас, и для него нормальная. Точнее, ненормальная. Никто не подойдет. Никто не уйдет. Я уйду. Если что, вы прыгать умеете, я напомню. Вот именно. Нельзя прыгать. Можно прыгать. Неа. Почему? Не подрочно на цель. Чё, ну, типа я не могу прыгать. Ну, я, например, прыгну вот куда-нибудь вот сюда. Ну, недалеко прыгну. Мне хватит. Чё, тебе как-то не может. Рейн на любую прыжка сейчас в этой лужек. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Точно-точно, вы штоком, два штока ударили. Ваш ноги глубоко сводят с утра игры. И вас дальность действия минус пять. Ой, минус два метра. Так вот, те, у кого дальнобойность осталось, те могут немножко прыгнуть дальше. Немножко раньше? Да. Но, кстати, там может дают, типа ты что-то увеличишь дальность шляпа. потратишь 2 очка 10 нет но так получилось что я заюзил рейнс не ездили на войне только я не сам не дам прыгнуть слишком далеко вот где-нибудь вот сюда вот можете прыгнуть ну типа на край лужи мир само собой на край лужи я же не буду там это улетать как люк но и необходим че я не могу ведь лагают так до меня пять человек ходит бегу секундочку давай хлеб там как царин а вы не помните у вас есть какая-то кнопочка которая подключает игровой интерфейс я просто не помню есть такая штучка или нету я не помню такое не только что-то могу вспомнить я сейчас отключил интерфейс честно вас посмотреть ну чё выходит ходите но я могу включиться секунду когда интернет лагает да тут пиздец они интернет а у тебя этот интернет на мобилке что ли ну ты через вайфай и через мобилку сидишь да через вайфай я сижу не через мобилку но он тут какой-то звездецовый я не знаю что ли не так вовсе наконец загрузился он то нормальный 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 там бам пропал мастера утром ночью работа 5 через 1 3 вроде нет так надо скажу можно включить так чё там у нас делай глеб а это вот он задели да господи иисусе вы еще и пароход перегородили так я понял о мой ход бедный скелет скелет иисусе а ты столько отложил нифига себе ты да ага а вторую говнюшку не видно ну ладно так ну я думаю дальше сами справитесь я пошел окей эта корня короче бежит по стенкам ну короче увидеть как вот по стране это рукоподобное создание выбегает по стенам и после чего по потолку и падает вот сюда ну а дальше господи как много урона также много урона так возгорания нет не убрал воду она не до кости воли она не спаляет на воду ну и прыжок так я могу максимум сюда прыгнуть да а ты можешь вот этого захилить нашего лакуреля нет откуда откуда у меня чуть ли у них у тебя есть у тебя есть а ну да ну а вопрос ответ а ты жив . нету свои талантов ты не брал жучек себя не брал нет как видно что нет я не брал но на глеб можешь принципе ход пропустить или отложить не ругать и до вас добежит он конечно пытается прыгнуть у нас со мной не пробежит он где-то вот здесь вдох там гореть не хоть а понял я про другого да вы же не всех видели вот я воскрешаю вот подхожу и беру беру прям вот за грудки за шкирку он говорю ты вообще в своем уме ты понимаешь что ты чуть не поджарил нас всех вот этой всей своей лужей в том что сейчас произошло с тобой виновата только ты возьми себя в руки и больше такого не делает понятно я согласна что это было отвратительно с моей стороны вот и вот и хорошо возьми себя возьми себя в руки я понимаю ситуация не стандартных но все равно мне осталось последнее зелье и уж извини тебе его его не дам понятно логично и все таки опасно у тебя магия в хорошем смысле слой в ритм в ритм в ритм в ритм моя магия тоже опасна если бить по своим ну что идем хорошо хорош комментарий так и клюк такой сразу что я впереди всех мне я могу уступить место пожалуйста и поиграть где важно факел ребят вы ничего не видите да вот же вот я своими факелами включаю свет да а вот и спальня селедка кастрюля о свиток воскрешения это да это нам пригодится о к весь мой письмо и ключ гребаные дегенераты сколько раз я вам говорил что нельзя подходить к стражам с оружием в руках вообще лучше убрать оружие из их поля зрения даже факелы из-за вас мне влетела от настоятеля оставьте это письмо как напоминание о вашей тупости и не забудьте оттереть останки гэри в холле кажется я понял о чем речь получается надо той штуки которая на севере наверное за той дверью за который ты следил и тебе за оружие без факела получается это могу сделать только я ну да если хочешь можешь на всякий случай даже отдать свою лук кому-то другому пока туда пойдешь вода хорошая идея подожди ты уверен что он ничего и стоило снаряжение не посчитает оружие а что он может еще посчитать штаны ну я не знал понятие оружия довольно достижимы убить знаешь можно и карандашом понимаю но у меня карандаша нет но знаешь я думаю что странные такие как этот они ребят не будут придираться настолько там было про поле зрения поэтому наверное даже от двери отойдите я на всякий случай кстати свои эти оружие тоже спрятал вот и аккуратно выглядываю смотрю на крюка здравствуйте у меня понимаете ты видишь гигантскую гигантского голема части которого парят в воздухе и искры энергии пром между ними проходят и он не каким-то не реагирует спани голову типы ты молишься да я пробую склонить голову ты буквально типа ну нет просто знак почтения те не реагирует он никак на меня не реагирует так я пробую подойти немножко поближе вообще ничего не происходит хорошо я пробую зажечь свечи ему все еще бофик но отлично что-то темновато у вас тут знаете ли ты чуть это да не ошибка нельзя бросать спиной а тут какие переключатели и очередная ловушка ты видишь факел на стенах если что здесь 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 мы точнее да у точнее здесь и здесь я понял не видишь что там свет что там безопасно можно идти так и крюк ли живой да 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 все в порядке хорошего я аккуратно я пока ничего не понял что происходит мне тоже аккуратно захожу убираю все из рук захожу так они видели ли мы эту статую раньше так 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 можно стоит посмотреть какой-то ключ подходит как одной из дверей а что это около свечей я показываю вот сюда если честно я ничего не вижу похоже на статую но в этой тьме нефига не могу забрать бумагу которая называется ребус один написано попросите ведущего показать этот шифр ну типа вопрос только в том что нужно показать или нет вы сейчас смотрите ну я смотрю давай посмотрим вода это а 3 плюс 1 4 4 минус 2 2 4 2 так 4 2 1 4 2 1 4 2 1 на 3 1 лады 4 потом 2 потом 3 потом 1 а ахтеночки значит но наверно это сверху 1 1 1 пуль 4 земля ну допустим когда получается первым первым землю вторым воздух 3 ой нет нет чтоб не землю закрывать закрывай я в чатик скинул так 4 2 3 1 до 1 воздух тогда получается 2 не подождите они что-то 1 1 вода 2 воздух дальше земля и последний 421 а тут это у нас один плюс один и последний огонь 1 плюс 2 4 2 1 3 ну вот и получается то что последний снизу 4 2 3 1 то есть 4 это вода так да то есть первое надо жмакнуть воду ладно дальше дальше если это воздух никаких заклинаний лучше здесь так второе на всякий случай в мере предосторожности мне кажется что второй должен быть воздух так дальше 3 это больше похоже на туши вот а я вот присматриваюсь там никаких этих письмен или больше никаких символов нету но ты можешь открыть книжку заклинаний и нажми а все вопросов больше не имею так дальше дальше земля дальше земля и огонь что я хотел сказать что быстро реагирует на магию если четыре ментальных сверху ребят верка открылась хорошо опишу но тут есть ловушечка неважно это магия которым можно обойти давайте зайдем закроем дверь и тогда достанет почему да почему опять бойт но не вида ничего такова жизнь данжев ладно ни хрена себе он что там что там брюк там какие-то гады за эти я не знаю кто это люди хер его знает кто это уже но можно мне активировать я не хочу выходить за угол до да 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 типа останьте останьте на месте не искусе остается у меня такая же история остается просто на том месте где вы хотите остаться все надо будет вас активирует не искусе когда будет его ход вы активируетесь и будете под него подходить чем отложить под больше нельзя но ты так ты же сначала душу будь саму ударил окей буду в рукопашный убийца нифига себе ты ему оружие вдруг да обезоружил и цель его скиллом окей но мы же не просто так вот вам пожалуйста а 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 Продолжение следует... Ох, сейчас будет что-то больное, да? Или нет? Вот отложил. Нет, он просто дошел до спины, все. Ну и ход закончил, я понял. Обращаю внимание, что у тебя в руках есть две штучки, которые уменьшают твою точность. Обрати внимание на статус одного противника. Ты видишь, что он, знаешь, явно стоит в стойке, которая показывает, что он будет реагировать на все атаки. Так, ослепляющим излучением можно промазать? Да, любой скилл может промазать. Отвратить? Ладно. Урон не пройдет, но если ты будешь в зоне его действия, то статус будет висеть все равно. То есть если ты, грубо говоря, он зайдет в зону действия ослепляющего излучения, он будет подвержен статусу. Но он не получит урона, ну, может не получить урона. Вау, вау, вау. Ты отошел слишком далеко и с него статус этот слетел. Блядь, это так работает? Да, это вот определенный радиус от тебя. Да, я сгорю, типа, если он дойдет в твой радиус, то типа ты... Он накладывает эффект? Нет, он держится до тех пор. Ты пока сияешь, рядом с тобой он ослеплен. Арили, а может дашь мне мой лук? Может перед этим интересно, если что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На, держи. Я знаю, сейчас все поставится, походу. Сейчас будет та самая сцена, да? Или нет? Ну, не знаю, не знаю. Я на самом деле даже бы, наверное, немного отошел. Ой, какой ты хорош. О, боже мой. Чего такое? Да посмотри его статус. Невосприимчивость, невосприимчивость. Не-не-не-не, замерз. Уклонение минус 100% и физсопределение минус 50%. Вперед, друзья. А-а-а, так это же прекрасно. Ну, только у него брони, столько, что физ урона не пройдет. Чуть-чуть проходит. Ну ладно, да. Еще чуть-чуть. И так как у него родной физический деф 150% с учетом замерзания он получает половину урона. Что? Ну, его ход был, он отмерз. Я понимаю. Ну, смотри, как ресеттер им начал пользоваться. Я на затылку кинуть, чтобы он замерз опять. Я знаю, когда... А, ты не делал, да, я на КД? Входи. Услан, выход. Ты тут? А, что? Сейчас будет больно током. Что-то спиздил, заеба. Опять мои стрелы подбираешь, походу. Кого Клиптомани нужно лечить? Это ему спецспособность. Спецспособность Клиптомани. Ой. Игоря опять выкинуло. Шок не прошел по ним по нему. Потому что, наверное, каменная броня. Да. Я искренне советую, заебет не выпадать. Хотя, скорее всего, он просто не станет меня бить. И заигнорировать. По-надеемся на слепоту. Которая слетела. Ну, за что только закончился. Что я надеюсь? Она же не поддействует. Босс, и сколько на тебя доджей. У тебя попасть шанс? Кипец, какой маленький. Жуть просто. Не знаю, что за дичь, но у меня с компьютера дискорд не грызется. А. Ну, главное, что игр ты не вылетел. Или вылетел? Нет, я в игре. Все, хорошо. Вопросов нет. Да, зачем ты это? У тебя потрошение есть, гребаный имбать. Ты че им не пользуешься, не помню? А, смысл? Это будет колючий урон, он не пройдет. А, ты со спины? Со спины? У тебя, на тебя баф есть? Да. Который лечит дамаг? Есть? Да. Крашен, ты заюзал на себя? Не заюзал. Зачем мне Крашен? Вот с двумя стрелочками у тебя нету его, да? Нет, зачем он мне? Он увеличит тебе, даст тебе колючий урон. Так он мне так есть. ДМГ. Окей. Короче, если ты сейчас делаешь потрошение, ты нанесешь уроны гораздо больше, чем если ты делаешь колючий удар. Если я сейчас делаю колючий удар, то я не нанесу, по идее, вообще никакого урона. Не, нанесешь, но там будет мало. Нет, нет, потрошение. Ну, с колючего удара пройдет 9-10 от урона воздух. И 15-16 от урона. Не, нет, потрошение немного нанесет. Причем в раз, ну типа, в 2 или в 3 даже. Может даже в 4. Чего? Оно должно вообще ноль нанести, физически ноль. У него, в смысле у него физически ноль? У него сопротивление какое? 100%. Почему 100%? Так, ребят, спорить долго будем, я вас не покурил. У него в статах написано 100% к физическому урону. Чей вы? Ребят, 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 мы спорить долго будем, я вас не покурил. Погоди, погоди, погоди. Мне надо поверить кое-что. Я понял. Этот моб забагался. Я понял, что произошло. Это не так и должно быть. Я думал, что все логично так и должно быть. Нет, он должен быть сопротивление, но просто оно в 3 раза больше, чем должно. Да, то есть мы его уже должны были убить, да? Нет, мы его могили. Ща, погоди, минуточку. О, не скажи. Ща, я понял, спасибо, что сказал, а то бы я не заметил. Стоп, а что не так было с ним? У него 100%. Смотри! 100% и без сопротивления. Нормально. Ща, ща, сейчас он быстренько исправил, минутку. Да все нормально, и на самом деле его... Вау, вот так получше будет. Угу, окей. А, ну это все меняет, да. Ну че, ходим. Щас че-то будет. или не будет к этому шел у тебя были ты зачем я вообще-то потащу как это мог взять какой-нибудь кинжал у тебя был бы ну еще ближе ну да тут я соглашусь конечно но ох как много ну хоть как-то чё там хиляется у него вот этот есть стойкость в этом что-то попасть хотя бы нормально сколько ух он попал по мне еще платье на его лицо налетел кашмар какой он как-то спал силиканчик пошел я очень прошу купить него и при этом не добей меня блин я не знаю потому уже крови до если что через портрет наверху хочу я тебе это скажу самый правильный плей здесь отложить вот я добью его серьезно нет я говорю не пропустить отложить ход я пройдусь и отойдут ты главное не упадет он по льду тут льда просто до этой самой мать можно прыгать передвигаешься маленькими дистанциями то не так механика 9 работают на 100 процентов бен полетом добить его потрошения между так пофиг уже сейчас скорее так добьешься откатывается у меня потрошение а хренеть потрошение сделал и что куда нет у меня откатывается но это только что сделал его три удара подряд но это она есть и на до просто и вы все у него 44 но это было близко на нахуй это попадется в лучший вариант ребят вы серьезно ну ладно давайте это было эффектно это было прекрасно это было как минимум эффектно но правда красиво о серебряный кубок и это наверное тебе даю крикуют стрелу точнее болт и это тебе среднее сопротивление земли о денежка еще денежка ох твою мать посмотрите в этот сундук и что же там а я сейчас это буду выкладывать не надо выкладывать пусть все посмотрят не это будет эпичный мне тут вот что интересно вы с того сундука который в этой был комнате вы вообще его смотрели да а вы про не забыли благополучно я понял нет я смотрел всех звал посмотреть на счет никто не пошел все забили да нет смотри я был увлечен стражам в тот момент я просто напомню что у вас там еще не отсюда комнате был предыдущий помнишь да и вы из него вообще ничего не взяли просто понесуся ничего себе ничего себе штука не был бортломер это походу если рискнешь выпить то твое даю бортломер зелья только посмотри на все эти инструменты амулет с аэртор гей это что я уже заприметил амулет с аэртор гей вижу опа шлем гидресатистика кому-нибудь нужен а мне но еще и колечко с аэртор гей становлюсь в кровь да я думаю на самом деле этот этот судок надо просто с собой взять аэртор гей с ней о а это что что рябуз 2 рябуз 2 попросите ведущего показать вам рисунок рябуза 2 как мы сначала нашли рябуз 3 а потом рябуз 1 и 2 да нет тут рандомный спаун рябуза писта что цифра так 11 плюс 1 плюс 1 плюс 12 это 14 делить на 4 если что тут нету цифр не рисованных но они есть какой 12 3 умножить на 2 1 плюс 1 плюс 3 3 на 2 то есть это 6 плюс 2 8 делить на 4 2 он закрыть или как до закрывай я скинул скрин я думаю что вы уставшие из раненые ну не скажи не я подуставший конечно но серьезно полу пол хп варили на и у борта ламео не ясу я свою последний выпью просто мне норма а тут шесть каких-то рычагов ну мы знаем какой нынешний ты замечаешь во время благо у тебя восприятие подается спасибо так теперь обвязать маленькие механики а теперь есть главный вопрос если ты будешь много опустите могу тебе наказать за это я предупредил я предупредил в сундуке был блудсакер а бегу забирать всю кровь не не это я тебе одно то что книжку я там выдал это я специально дал так что можешь в принципе и откилиться если хочешь я думал ты про что другое ну я тогда уже грязнение еще наверно выучено мнение то что я ему выдал это чисто играет но для ватшота все ваши персонажи для меня такими а у кого есть прокаченное лидерство хотя бы на единичку зачем но у меня какой-то раймбук требуется лидерство 1 а ты поэт да так смотри посмотри на ваши по ребус говорит 2 это или 2 отсюда или 2 отсюда если это конечно сюда загадка подбегает бартоломелу и говорю айда за мной дэнда да щи 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 окрасно тут шипы так а может быть я слетаю посмотрю что у нас там вообще дальше но можно твою мать а не получится не одеться ты слышал что-то да идем за мной пошли что что вы там господи не надо не надо разбредаться так стоять во первых во первых ты залетаешь сюда что ты видишь ты видишь что-то осторожнее мимо ловушечки оружие вдруг убери уже ложь вставай в эту кровь но что там там в общем то что мы видели на картинке то что мы видели на картинке это видим какие-то гробницы и там стоит о какими-то собачками так а может мимо и шмотки отдать да конечно не разу еще ну и по твоей шмотки это это что они у тебя сейчас или где нет не выдал теперь с младенем еще кровь еще подкидем спасибо няня я не знаю мы вообще сможем и хотели текуле я и куда куда делись эти двое не знаю они ничего не сказали просто лакурель сказала борт ламе иди за мной они ушли что иди сюда и туда вот господи как ее вообще взяли в наемнике серьезно тебе говорю крови больше по моему не было а а тут еще капелька идем к сюда ну ты на себя похилил по моему тоже все возвращаемся она то что и тут я стражу не вижу это нормально да отлично ладно я иду на минутку пока вы гуляете лакурели в принципе она пришла это просто поставлю стерки вынесет так ладно и тогда тоже напомню этот бегу отдыхаем пучка где барталайл от этого улта не занимаешься бирин в ул стал гораздо лучше не думал на эти шансы кто-то еще претендует, так что я их к тебе возьму. Окей, я вижу на полу гриб земляной язык. Гарпенью, пестик со ступкой и бутылку. Я знаю, что из этого можно сделать. Не, вот здесь мы сейчас не будем заниматься зеливарением. Это мы скипаем момент. В обычной компании обдалку, но сейчас у нас на это время нет. Если что, я показываю. Ребят, смотрите, какие кольца я нашел в том сундуке. Это на военное дело и очки здоровья. Я тут. Не против? Если я тебя возьму. Очень меньше они мне идут. А еще что-то было? Ну, я тот сундук, который ты видела, смотрел. А. Да. И немного его подлутал. Ну, я не думал, что вы посидуете на вещи для военного дела и очков здоровья. Ребята, готовы с демоном и гонщими биться? Ну, если... Да, у Котель меня похилил. Я чувствую себя вполне здоровым и бодрым. Хорошо. Нас ожидают прямо вот за этой дверью. Да-да, все верно. Так, я тут. Ну и куда вы поехали? Так, короди, подожди немного. Я помню, когда вы вышли, я захочу себя повесить за дно. Ну, давай. И куда вообще вдвоем ушли? Благодаря главсакеру Бартаомэла исцелял. понятно кто-то смотрю он как огурчик да кстати арилин хлеб не тебе поможет спасибо ну что крюк говорил что там демоны 2 гонча успел посмотреть да он пролетел смотрел так ну это уже не скелеты демон довольно высокий примерно полтора человеческих роста до советую подлечиться так пока я там летала не особо на меня не реагировали комната сама была похожа на комнату из подсказки когда мы подумали что это факелы на самом деле там таким образом расположены гробницы вот ну как то вот так особо я больше ничего не разглядывал комната довольно темная и важная информация страж исчез из той комнаты где он стоял по нам приходить интересно 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 на роли на ты не можешь в этой комнате зажечь факелы твои ноги и температуры ну я должен находиться как бы так сказать достаточно вблизи этого файл его паре ваги метров давайте продумаем тактику то есть примерную схему комнаты мы представляли да то там было как оно было и кстати кто-нибудь фиксирует карту помещений но я пока запоминаю если что по памяти потом нарисовать смогу наверно ага но в таком случае держи бумагу нужно наш я думаю я не сейчас мы этим будем сниматься это я дар рост на всякий случай так план комнаты у нас есть в одной из подсказок если так то держи чернись дай так оставь пока себе забей а то 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 что же можно сделать так что происходит то это короче новый план просто забегаем и валим их не не стоим все рядом на всякий случай если он ой господи бежим бежим так тут были шанса я закрою дверь ладно шипов больше нет так тихо тихо а а а а вот а а и Вон момент. Ты реально под его носом фокела зажигал? Серьезно? Какой ужас. Я аккуратно и незаметно перемещаясь по помещению и прыгая из тени в тени, зажигал половину фокелов. Ой, господи, серьезно. Это настолько эпично, что он не знает, как на это реагирует. Нахрена? Ну, блин, я хотел хотя бы по нему выстрелить успеть. А, блин, меня собачка заметила. Она пробежала мимо. Я раньше должен пробежать мимо. А я не понял, что это значит, тут демонический гонщик 369 из 252 хп, это как? Мне как-то интересно. Погоди, а сколько у них там резисты? У них там резистов нет уже, да? Ща посмотрим. Так, таланты. Нет умунитетов пока к нему. Огонь паутейник. Огонь. Извините, все, 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 все нормально будет. Смотрите. По идее, сейчас должно быть, да, все нормально. Да, да. Да, вырвнулась. Ну я теперь, по крайней мере, в этой половине код, где хотя бы что-нибудь вижу. Где он? Я думаю, это даст больше света. Я могу, знаешь, для того, чтобы было больше света просто декорации расставить, которые будут давать свет. Просто, ну я думаю, как раз-таки горящие кусты должны свет какой-то давать. Ну, к сожалению, в механике это не делает. Ну типа, вижу, как игра это не делает. Не, ну поставь декорации просто эти светильники рядом с этими. Да, 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 да. Я сейчас, я его делаю, я его делаю. Ух, чёрт. Получай, тварь. Сон не работает, я понял. Этот скилл фикция. Ну, она перестала быть яростной. Успокоилась. Успокоилась. Хочется, да. Ой, назад неплохо. Оно. Еще по дальности, по дальности все плохо. Ооо! Ооо. Это я не посмотрел. на что-то мне посмотрел то у этой собаки дефолтно попасть по мне шанс 42 процента как ты понимаешь для меня это неимоверно высокий шанс не шкелет те кстати преграда может мешать но он там есть кто видит здесь кто-то есть она ничего сожжет чекай это собака вцепилась мне в ботинки но смогла только поцарапать не смогла перегрызть рукожилие потому что у меня какие ботинки анти волчьи так вот где он а где а ну так вот же он здравствуйте ну так вот же он у меня напрягает его надпись статах лидер в поле зрения потому что он лидер это он ли а стоп стоп нет лидера лидерство на него самого не отстраняется а то есть он где то видит лидера может быть над ним собачка доминирует м м у меня есть немного это просто и безвинирует так что возможно он есть но не нельзя в этой комнате понятно давайте он или ты сам справишься почувствуй себя корейцем она сама сгорит скорее всего да нормально там 29 30 не знаю да 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 а он уже вроде не резистится тогда на труп если у нее 50% резист к огню ладно ну да 35 но так ну так это ну вот 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 и хорош хорош так крюк попрошу себя встать в эту лужу крови час благодарю господа не трогайте главное саркофаги но если это та самая да если я не ошибаюсь то вот этот должен быть первым он там дальний вторым а третий раз два три 4 вот этот и что это за кнопки ну я тоже может быть так я осматриваю саркофаг там легко сдвинется крышка если что ну ты воровый но хорошо я пробую сдвинуть крышку с вот этого саркофага сфера истока и зуб ага там есть сфера может быть и может быть это сфера которая может поставить сферы сюда да так нормально все спрятается что такое а по паузу поставил сидеть так дальше должен быть вот этот я только что его осматривал и чего какой вот этот вроде нет не это следующий вот этот еще одна сфера у нас три сферы получается и вроде бы 5 так 1 2 3 4 5 этот еще одна сфера у нас есть три сфера и три кнопки я взаимодействием не нравится стабильно для сфер возможно ну что если только один шанс какие у нас есть подсказки может в определенном порядке ну что я ставлю сферу на кнопку я осматриваю ду реакции вот друзей друзей крюк ну других я не вижу хорошо я ставлю сферу на один на одну из кнопок а как ты определяешь какой последовательность как их ставить мирно а вот мне кажется тут как раз вот может пригодится то последовательность которая у нас была то есть первая вода а нет но м4 я не вижу разницы между ними нас нет во первых на них ничего не зона неизвестно нам нет и подсказки дырки мой стройка штат произошла здесь ключ но я смотрю походим к табире а когда вы нажмете сюда там все вы увидите сразу свет на зеркальце скажи идем 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 оттуда оттуда ой так судя по звукам он тут не один ох черт так ладно ладно ну господи так так нет пожалуй я отлечу чтоб не отлететь от них да я предлагаю отойти и узком проходе встретить да а там есть кто-то кроме него да еще двое то есть то что что я что он делает он зажигает и таруны ну может 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 ну может ну или мы ему помешать и бежать без заглядки ну давайте уж помешаем я не знаю да блин я тут ору что нужно мешать роберт озвучь пожалуйста там он поджигает горящие л эти какие то вы видите какие то магические камни ну а тут они не горят вы видите там по краям я просто не нашел нормальных моделей короче там сердечники сердечники я просто собирался в них водой кидаться поэтому и решил уточнить проведел ну я бегу и пытаюсь потушить этот птуг каким образом ну и сердечник горячим не знаю сердечник да а вот вот это же интересно что ты делать будешь да я пишу сначала так понятно да я понял понял да у тебя нет возрождительного касания да нету так я смотрю на этот сердечник какой тип маги велико далековато от него стоишь но видно что он красненьким рыжекрасненьким м м так что я делаю что не предкидает я м ну лену Что, что будешь делать, что, что будешь делать? Блин, это или очень хорошая идея, или очень плохая идея. Узнал боюсь, что ты посердишь? Считай этот, как его, проводник магии, но красный значит скорее всего огонь. Его возможно перегрузить, чтобы его ресурс выработался. Вот этим-то я и думаю заняться, типа вкачать в него сейчас прям огоньку в него. Ну думай, я это делаю. Что с ним случилось? Как ты видишь, его мерцание сильно погасло, сильно стало хуже, чем было до этого. Все, которые по периметру ты видишь, они немножко просвечиваются, вот я специальную модель такую взял. Но вот этот сейчас перестал гореть, как он горел до этого. Бейте туда магии и огня, они, эти сердечники, эти сердечники огня. Ну и льдышка вот сюда. это не просто, он и льдышка, они, 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 они. Бляяяяяяааа! Эскейп нажми, и когда идешь, если ты начал идти.. Ты можешь эскейп нажать или правой кнопкой выше, ты сразу становишься. Потому что бляяя... Это было отвратительно. Нажимай на иконку Ресет Коина... и персонаж бежит, бляя. Ты куда откликнул? Нечайно. Я могу тебе перебялись сходить. Угу очень замечательно. Куда? Кликни. Ну в том месте, где я стоял... Да, мой. Вот сюда вот. Так, сейчас посмотрим, у тебя там статус висит на тебе, да? Да, опоздавший. Опоздавший, окей. Ну смотри, в этом ходу я тебя, конечно, трогать не буду, у тебя статус спадет, в следующий ход у тебя будет возможность что-то делать. Так, ну что там у нас? Господи, 4%! Это ужас какой-то. Это как ты, как так ты мог заворачиваться просто? Это жить просто какая-то. Паренький дождь, большой дождь, необъяснимый дождь. 491 место из 294. Волк-одиночка опять. Знаете персонажи? Да. А на точно 1, на том из них. На одном, да. Так, почему? Сейчас, я говорю, это играет. А на этом? Ясно понятно, у меня вопросов нет. Лидерство с южника 0, лидерство висит, вау. Так, ты там еще до сих пор под уворотом, да? Может какая. Да. На тебе, больно. А портонист-то есть? Я по-карапал. В смысле есть? На ком? На нем? На Борталмалу, как видишь, есть. На Борталмалу есть. Конечно. Отпратительно. Не так отвратительно, как могло быть. А-а-а-а-а. Верд, снимите его с меня. Нет, ну, недостаточно эпично, надо эпичней. Давайте немножко эпика добавим. Угу. Другое дело. Обычно это включаешь, когда мы проебываем. Да, это был один раз всего. А вот то, что ты назвал, вы делаете все совсем сейчас. Без челленджа неинтересно. Не ожидали, что это будет легкая прогулка, правильно? Без челленджа неинтересно. Ты учил скил. Цветок. А, ты цветок? Ну, это гемантика. Это маленькая. Букашки, не мешайте мне. Спрашивай, не мешать в чём? Подожди-ка, тебя поранили, и с тебя вылилась кровь. И ты только с огромной обратной тела залил. Ну да, но только там хила очень мало. Найф-67, здоровье и хил – это очень нормально. Ну, я имею в виду, в смысле, с обычным деминьцем. И обычным деминьцем, да. Давай. Плюс, это зависит от типа поверхности. В обычном деминьцем есть кровавый дождь. Здесь тоже есть кровавый дождь, но он недоступен для битков. Давай, ходи. Так. Так… Здесь у меня… Семент. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, я вам говорил, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, смотри, у меня возгорание на 4 штуки оно добивает Я могу сделать так, чтобы манипулировать, чтобы вот в это оно не попало Субтитры сделал DimaTorzok 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 что у него скриптов правильно сработало, я не ожидал. На него живучи сработал, который у него был. Бля, ебать, как спасибо, говорю я. Все нормально. Ты серьезно? Господи, я подумал, ты сейчас его убьешь. А, он еще застрял. Здрасьте. Что-то как-то не впечатлился его, здрасьте. Ну там бы по урону было примерно как похлопывание по спине. Да-да-да. Жалкие бугашки. Здрасте. До свидания. Ты сначала по мне попади, а потом разговаривай. У вас ожога? Господи, вы весь эпик превращаете в комичный. Привет. С 모у. Угу. Вы such a bonus. Угу. Б Бы controle? Угу. 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 А-о? Прям душем его. Я что-то... Мне кажется, началось к вам буря. Ещё не мота на нём. Там настолько всё плохо. Он может говорить, что не может чувствовать напряжение. У него рот занят. Ха-ха-ха, шпалить еду, блядь. Эээнд... Ээээ... 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 Ты точно в неё оцелился? Солдат пустоты не получает урона. Нет. А чё... Вот у него какой-то спил есть, который нивелирует из урона. Вы не там резист. Смотрите, пожалуйста. Нет, просто это и делаем. Но я всё давно работаю. Ну, я ему нанёш ноль урона. Ну, ладно, на самом деле, Глеб же говорил, что Флори должно нанести ноль урона. Уйти, видишь, ноль урона. Да, действительно. Логично. Логично. Ну, когда вы говорили, что это мое предсказание? Когда он с висит веке не расстрелялся, там всё нормально было. Давай. Там, мне всё нормально, видишь, в урон проходит. Да, так нет меня. Мы потом отдельно для тебя проверим, я покажу ещё раз. Я покажу ещё раз. По тестовым режиме. У меня это странно. Может, из-за того, что он меня подлогнул. Возможно. Ну, типа, оно на север тоже влияет. Да. Ну, короче, смотри, что происходит. Ты видишь, что он концентрирует силу в ударах. И всё, он будет много мазать. Но он с целью выбирает крюка. Ну, конечно же. И он мажет. И он мажет. И он мажет. И он мажет. И Гарсон. О, мое мажет. Ух. Ну, хоть не мог. Я бы не нажал это сильно. Ну, это ощутимо. У меня пол хп осталось. Это было сильнее, чем в прошлый раз. Нет, ну это ощутимо, но не сильно. Так. Если я его похилю ботсакером. Не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Солдату пустоты принесётся. Никлюк. Опа. А почему... А, она мне порчет. Он попал. Стоп. Так, сейчас еще солдату пустоты ходит. Да. Да, он попал к тебе. А, живчик был. Вот ты хитрофовай. Так, не надо меня келять. Не келяй меня. Не келяй его. Наговорились. А вот и его можно и посчитать. У меня келять. А вот и его можно и посчитать. Солдата пустоты. Лёд – это не замерзшая кровь, к сожалению. если хоть капля крови попадет на лед это будет зона просто убийство и фактически я теперь за это не могу и вот я не я могу кстати возгоранием блин ну там сердечник тогда поговорим да нет может быть я все-таки смогу и воробей еще мал как много урона там край такой был достаточно странно без брони заблокировал там в чистом урон наносит не там он не полечит вот полный интерес как вы вот кошмарите оглушен конча его оглушение у него нет по моему говорил провалите шишки ну как мало кп осталось он оглушен кровать сищён и он удушится бояться и горит он он мертв до свидания тварь тварь да ну чё я думаю это дело надо показать погасить и извините я не в эксперт закрывание порталов они не знаю кто есть так более и это просто не было это просто с алекс но это правда это и крови стоял нет он я зашел таил яда который как который каким то раком не взорвался а миска это таллина он не он не уяда ядовитый облако на этот не он мне даже не подсвечивает это еду раненый подойдите сюда да ну что пойдем на ту сторону может лучше не надо ну представляешь себе там целый новый независимый мир осталось две двери но тут не про двери нужно думать оаа портал так а что тут за сфера истока я аккуратно сшибая сфера истока по скаминам первых там не сфер истока во вторых ты видишь ну этот камень да камень это первичный речник во вторых ты видишь то что от него уходит молнии вверх как собрать всего сбивать сейчас скажем вопрос броском кинжала собственный попадает и отлетает вот сюда вера явно каким-то образом там приехать его привязаны либо энергетически держится что она повибрировала после чего осталось на месте сеть она висит если что в воздухе она не прям лежит на постаменте она прям аккурат под порталом висит так я смотрю вон на этот сад я не использую использовать молнию говорю нормальные используются молнию на сердечник молнии я считаю что этот сердечник молнии я бы сначала посмотрел вот на эти вот эти сердечники они как это прям намертво к этой звезде приковано нет они выложены ты видишь то что значит какими-то материалом был уже такие маленькие дорожки и они аккурат просто находятся наши таких типа ну как в кольцах значит это как называется право не надо в оправе вложено хорошо я хочу поддеть кинжалом вот этот сердечник чтобы выковырить его оттуда как я сделал то есть я по сути могу забрать сердечки убираю сердечник я тебе дал но я думаю давай до того как мы туда что-нибудь и станем мы просто эти все сердечники соберем ну посмотри там просто малая руна prime пламени на каждый сердечник и просто берешь ее в этот инвентарь ну что он использовал смотри не использовать тоже а вот здесь есть сердечники тут еще какие-то мелкие порталы может на мелком сначала поздно попробуем да ты видишь то что внутри каждого есть такой маленький у похоже на тот который висит под большим да давай сначала на мелком попробуем давай кидай топки там с интеллектом окей у тебя получается вырубить портал оттуда выкачет вы как выкатывается сфера ну точнее сердечник сферической формы толстый замечательным интересно это с любой магии работает дальше я попробую льдышку кинуть в мелкую я кидаю льдышку в этот как у стихии у тебя просто телекинеса у него второй пентон у него и от этого из магии света молния а все тогда вопросов нет тогда давай но и момент истина проверка гораздо более сложно до результат намного лучше нет это хуже ну точнее ты гурб сыграл гурб сыграл нет ну короче здесь чем меньше тем лучше ты сам себя тут ударил током от каточкой приятно так попытка номер два ничего не произошло кроме того что я себя ну да ну пока нет шок спадет вообще смотрите смотрите вообще этот вообще этот портал хотели насытить магии через сердечнике магии огня может быть для закрытия тогда он может активироваться от магия нет вот активировать мы точно его не будем магии огня тут точно нельзя я максимум могу туда льдышку кинуть в эту сферу чтобы помочь тебе передо мной кидай может быть одновременно одновременно давай еще три давай раз два три кидайте ой ну хороши ну что могу сказать сфера после ну то что только пальмует со всего чего только можно она вылетает из воздуха и короче ну типа падает там и начинает просто мерцать слабенько а погоди 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 минуточку это кто-то работа крюк я положу на минуточку что ты хочешь делать подобрать сферу да да окей ты подходишь к сфере то есть все подобрать а во-первых ты замечаешь то что она сильно больше чем все остальные сферы которые туда этого ты видел которые были она прям сильно больше это первое что ты видишь а второе что ты видишь от этой сферы значит чувствуешь такие потоки короче энергия я ну которая связана с первым потоном телекинеза и ты прям видишь как у зубов комнаты то что ты не обращала раньше внимание вы все нет не обращали внимание много-много маленьких камушков начинают к ней стягиваться просто очень быстро будешь на реакции что-нибудь делать можно свалить отсюда на реакции на самом деле я я куда-то куда-то что делаешь оружие 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 сумку да хорош хорошие хорошо действительно убирая все убираем оружие я на реакции отпрыгиваю окей пока вы все выбираете оружие собственно говоря вокруг сферы формируется с каркас скелет и после чего она преобразуется в то что уже видели до этого что он делает эхо сердечником был краша он чем меньше тем лучшим я приветствую машину руками гол гол голыми руками с вами а ручки то вот они что он делает он короче залетает ул а вот идем за ним понятно понятно спрашиваю ни у кого не осталось ключей нам еще одна дверь нужно открыть не знаю у ключей не то но может посмотри мои не потеряем я обиделась дымом так что делать будем но осматривали хорошую металлическую дверь больше не видишь я могу я вижу на ней замок на ней нет никаких замков а нет но или или мы можем просто свалить отсюда я думаю что я предлагаю зарисовать схематически эту хрень все эти помещения и потихоньку спаливать ты хочешь сделать это здесь сейчас у кого сейчас бумага все но бумага у меня мне стол нужен там были какие-то взрывы я лучше думаю давайте пойдем через стражу там был письменный стол у меня есть но замечательно но я да я на столе хотя бы зарисую а я право вам зачем извиняюсь как вы сделать вид нормально они практически но там в библиотеке той же самой не хочу с пауками этого делать страж целом а что ты предлагаешь сразиться с ним ну может разобрать его как но на лишний вид нам не нужен но ладно я сажусь за стол говорю лакурель дает чернильница бинты у меня есть так дальше можем скипнуть этот момент на самом деле основную часть данжи вы по сути прошли дальше по вот игрушу вас мы с вами уже момент обоговорим что и где и как мы с этого момента просто продолжим я вас загружу в этот данж в этом быстренько сделаете я вам расскажу про кейс варианты награды какие вы можете забрать с собой в основную компанию мы все принципе все так ну в том числе его прошли отлично мне прям очень понравился но если бы я не тупил и знал бы лучше механики это было бы вам прекрасно это такой опыт надо понимать механ близко этому тут баланс передел а те глеб как удастся удастся